Продолжение следует... 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 Что это по доказанию? Это, во-первых. А во-вторых, он равняется, ну, при правильной нормировке, коротоколичной нормировке, он просто равен целому числу. Ложительный бюлевый царь. Отсюда следует, что все пространства полей распадается, с конечным действием распадается, что-то пространство. Конечно, каждый из них делается бесконечный элемент, характеризующийся данным патологическим веществом. И вот поля, которые удовлетворяют по данному уравнению, то есть, как написано наравнении, в сумму дуальности, они описывают такие поля, которые являются минимумными в каждом пространстве. Видите, энергия, я не сказал еще одной важной вещи, что действия в каждом таком-то пространстве больше или равно имеется такой неравеносты. Больше или равно, ну, предположим, какая-то положительная, если отрицательная, то может быть больше, чем или равно только этому патологическому веществу. Минимум возникает, когда действие равняется таблоретическому веществу, и этот минимум, естественно, поля, которые осуществляют этот минимум, удовлетворяют уравнение уравнению второго порядка уравнения, и оно длилось. Но больше того, оно будет удовлетворять более сильное уравнение. f-меню равняется, f-меню равняется. Конечно, все поля, которые добавляют это уравнение, они добавляют то, что в так же ехо мы можем взять, применить вот это производное, коврятное производное, левая и правая часть, если вы тоже ставите вверху, правая часть, то, что здесь это равно 0, сила второй, так сказать, пары уравнений массово. И поэтому, по этому, повторяющее уравнение с умудрами, судя по этому, уравнение в режиме. Но не наоборот. Простейшее уравнение, простейшее решение, одно инстантное решение, для R равного единицы, оно представляет собой, так сказать, пространство. Если это пространство, то представляете собой, такое, все это частица, которая находится в каком-то месте, пространство-временном, и имеет некоторый масштаб. Но существует решение с тем же самым действием, с производственными штатами, с производственной влаши. Мой что-то, как я сказал, еще после перевыручения. Тем самым, одноинстантное решение, одноинстантное, за R стат X, и еще параметры каких-то. Вот здесь я их я бы написал, X0 и 4 штук, потому что это точно 4-я инстантанция. Это положение, вокруг которого плотность напряженного скамена на нулю, и я, ну еще, еще параметры, горизонтные глобальные требования давать. Общее решение, R статонный, зависит от координата, и зависит от 8-м параметров, для ИСУ, о котором я вам поменюю, и хватит. Который, при поисковом течении, мы получаем какой-то результат. Вот в описании, который дали «Акти Админ Жюкхидьевич и Номарин», после работы Ати Уорда и Захарова Владимира Захарова Марии, который был в этих работах, было показано, что сравнение самозуальности могут быть пониматься как сравнение нулевой кривизы, как условия совместности двухлинейных сравнений, похожие на то, как поле чисто продовое, чисто продовое, чисто перепробочное поле, оно тоже аналогично, но это не двигает, ну, я не говорю о линейных сравнений. Вот после этих работ, в работе Ати Админ и Номарин, эти решения были ненавидны. Роль параметров, вот эти роль параметров, там играет Ленн из Татонового решения, зависит от Х, и от параметров, которые есть В1, В2, называется здесь, и и Ж. Эти параметры, это матричные элементы матрицы, В1, В2 и Ж. Матрицы, это вот н на n, матрицы В1, это матрицы н на n, ДС2, это матрицы н на 2, а это Ж, н на 1. Матрицы, для того, чтобы получить решение, поддольящее это уравнение, эти матрицы должны быть не произвольные, а уменьшать вот таким уравнением, которое здесь написано. Этим двум разумом. Значит, прощать такое. Кроме того, видно, что эти уравнения не вариант на предотеке преобразования. Если мы матрицу В1 заменим на У, В1, У крест, В1, У, где У, унитарная матрица, я знаю, матрицу И заменим на 3, на 2, на У крест И, а матрицу В1 заменим на Ж, У, Можно так, да? Потому что и это N на 2 матрица, а это N на F, так вот. Квадатная матрица на тревогу или там. Видно, что эти уравнения приходят сами себя. Приходят, значит, мы что делали? У нас есть пространство, пространство большое, 4 матрица, я условно такое нарисую. В этом пространстве действует группа, унитарная группа, я им сказала, а у это матрица N на N, причем унитарная матрица, то есть укрест на U равняется единице. Значит, есть пространство 4 матрица, это большое, большое ответственность. В нем вырезается такое подпространство, например, такое вырезать, подпространство вот эти уравнения, которые здесь написаны, уравнения, и в этом подпространстве еще действует группа, унитарная, получается орбиты этого пространства, как говорится. Каждая орбита представляет собой, должна рассматривать как одна точка, вот это пространство, мудрый, инстантон. то есть, ну, ну, или, попросту говоря, любая, любая, как калибровка, тоже преобразование действует, любая точка на этой орбите может быть взятой за определение инстантона. А само определение происходит еще вот, таким образом, мы должны взять матрицу, это уже объект, М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М2М здесь n на n, которая из единичной, умножена на z1. А z1 — это комплексные координаты. Можем рассматривать четырехменный трехпространство как двумерное комплексное пространство. x1 плюс ix2. z2 — это x3 плюс ix4. Вот они у нас стоят такие. Комбинация. Получилась матрица n на 2 n плюс 2. Теперь дальше мы ищем, определяем матрицу u от x. Ну, не буду всего целью матрицы. u от x, которая прямоугольная матрица 2r на 2, которая определяется в таких условиях. Она, во-первых, в таком уровне, но это не отличается, что она как целью нитата, потому что она прямоугольная. А во-вторых, в таком смысле, как здесь написано, у этой матрицы дельта. Мы должны дельта помножить на u крест или дельта-крест помножить на u в соответствующей стране. Так это головной матрицы. И тогда, вот, получая вот эта штука дает нам инстантон, который зависит действительно вот от этих параметров. Теперь, значит, за Эриквиттер рассматривали теорию n-2 суперсимметричной теории. Это калибровочная теория, которая имеет такой простейший случай, в простейшем случае чистый, чистого япрынца, она имеет супервекторный, подразовывается, то есть только такие поля, а векторный потенциал, далее скалярное поле комплексное, зарядное поле фим. И два греймерских фирмян лавии ю, один греймерный брод. Двух компонентов греймерских фирмян.. Все поля принадлежат к тому же представлению перебровочной группы, что и поле Амин. То есть если это СОТ-СО2, то они являются тоже матрицами, исследуемые матрицами 2НА. Нормен Фермен, Фернштейн, скалярное поле. И все это вместе образует Н2 супермультиплет, Хернин Супермультиплет. Действия написаны вот таким образом. Обычные, это Логрюнджан, очень плод, Логрюнджан. Написаны таким образом. Вот это обычные, то, что было у нас в случае, когда не было никакой материи. Значит, суперсимметрия происходит из-за того, что в теории добавляются еще какие-то поля и все это вместе. Является вариантом относительно такого суперсимметричного расширения группы Логрюц. Причем расширение Н2 суперсимметрия. Это теория с Н2 суперсимметрия. И, значит, используя теории разных свойств, Н2 суперсимметрия, и различные физические предположения, которые связывают аналитические свойства вот этой плотности. Задача, которая состоит в том, чтобы найти низкоэнергетическое или весомское действие. То есть рассматривается теория, которые происходят. В тех же теориях, как предположение, что происходит спонтанное нарушение симметрии. То есть можно так сказать, вот у нас есть действие, и мы вычисляем такую величину. Интеграл по функциональным фигуралам, по всем полям, которые сюда входят. Фи, делианда, альфа. Есть степень и минус. С от А и всех суперактеров. С условием, что поле Фи, скалярное поле бесконечности, стремится вот в таком... В таком выражении это есть некто производные константы. Это, или что, то же самое. Мы таким граничным условием навязываем и вынуждаем систему находиться в ситуации, когда возникает ненулевое вакуумное среднее поле Фи. При этом симметрия, которая была исходной СО2, нарушается до У1 вращения вокруг вот этого направления. Это минимум. Это минимум потенциал. Само легко понять, что такое поле является нулем потенциальной энергии. Скалярное поле. Приходит? Возникает масштаб, связанный с этим масштабом. А то куплиниться меньшей бесконечности? Да. Не просто это вакуумное среднее такое берешь, а то куплиниться меньшей бесконечности? Да. Но это приводит к тому, что есть некоторая вакуумная средняя, постоянная, независимая. Да, независимая от кандидат силы 30-литовый вариант. Немного? Вот. Теперь, значит, в результате возникает спонтальная нарушение симметрии, возникает масса у зарядки атома. У атома, если вам не минус, остается атома, такая же пригробочная подгруппа. И возникает, значит, масштаб из-за этого. И мы хотим найти, мы можем выбрать константу связи, мы можем выбрать, ну, так как я писал здесь, константу связи. Надо вот здесь еще написать. Мы можем выбрать на этом масштабе маленькую. Тогда у нас возникает ситуация, в которой этот масштаб, на этом масштабе останавливается рост бегущей константы связи, и мы интересуемся тем, как описанию взаимодействий тех частиц, которые остаются безмассовыми, и на энергиях много меньше этого масштаба. Ну, это трудно сказать. Я очень могу строго определить, что это действие, но вот так примерно. Это аналог Билсоновского, аналог Билсоновского. Это действие, тысячи действий, которые описывают частицы на малых, на малых энергиях. И это именно та часть супермультиплета, которая принадлежит к актере. То есть мы интересуем все действия, которые описывают эффективные действия, которые описывает уже актер мультиплет. Он состоит из тех же самых частиц, но которые принадлежат к алгебре О1. Давайте я пропущу ясность данных мест. Результат описывается в терминах, вот, как я говорил, такой плотности, так сказать, это действие препотенциала, это функция от одной переменной, от одного поля, суперполя, Пси, и имеет вот такой ми. Причем коэффициенты, я потом напишу, если успею, ответ просто для препотенциала. Коэффициенты просто все точно в этой теории предсказывают. Коэффициенты, которые пытались воспроизвести этот же результат с честным вычислением в помощи метров перевала, с учетом константонных клапанов. Но, к сожалению, я не могу. В общем, результат заключается в том, что функциональный интеграл при этом сводится к интегралу по пространству модулей инстантона. По пространству модулей инстантона. Ну, там нужно учесть методы перевала. Все перевальные точки, здесь роль перевальных точек играет... Вашим женщинам четко... Алло. Роль переваривающей точки играет константон, причем, поскольку они все обладают одним и одним и тем же значением действий, все их надо учесть. То есть, поскольку их такое непрерывное семейство, то нужно приинтегрировать по параметрам. Вот, μ здесь означает меру пространства параметров инстантонов. На самом деле, роль инстантонов играет, как у нас в противометрической теории, не просто инстантон, а так называемый суперинстантон. Дело в том, что в поле инстантона веревские фирмионы, правые фирмионы, условно, правые или левые, одной теракции фирмионы, имеют нетривиальное решение. Вот это уравнение. Это уравнение Теракта. Здесь написано уравнение Теракта. На самом деле, это уравнение Вели даже, несколько двух компонентов, как говорится у нас, фирмионы. И оно имеет нетривиальное нормируемое решение. Причем число решений, и это свойство, очень важное свойство, именно на два самотичных теории, число решений совпадает с числом параметров инстантонов. То есть у нас появляются новые параметры для того, чтобы, ну, когда мы методом перевала действия, то мы должны взять интеграл, если у нас имеются нулевые моды, то есть параметры. Полиметрические семейства седловых точек, то мы должны проинтегрировать вдоль этого направления и поперед. мы можем считать эти флутации поперечник маленькими, и учитывать их в одной, в двух, в петлих и так далее. Значит, в данном случае предполагается, на самом деле, это правильно, что высшие переваривания по правде все сокращаются, в силу удивительных свойств этой инфрации по симметричной теории. Нужно учесть только однопетлевые параметры. И так нужно проинтегрировать вдоль этих направлений по пространству моды и поперечник поправки. Замечательные свойства. Интеграл по ненуливым модам дает детерминат. То есть, как всегда, про вычисление галусового интеграла. Нужно проинтегрировать по ненуливым модам скайнарный полей, как поле вот этого векторного потенциала, и по ненуливым модам фермион. Из-за того, что из-за N2 суперсимметрии количество этих мод совпадает. Если была N1 суперсимметрия, то в качестве фермиона мод было в два раза меньше. Все впадает в качестве мод, а детерминаты, опять же, в силу суперсимметрии, просто равны. Детерминаты сокращаются. Поэтому никаких вот этих поправок вопросов нет. Остается интеграл по параметрам эстотонов, и нужно проинтегрировать по амплитудам, по нулевым модам, связанным с тем, что у этого уравнения имеются интегривальные нулевые решения. Они нужно проинтегрировать точки. Их число этих параметров, и это очень важно для того, чтобы точно вычислить, равняется число параметров эстотонов. Но это уравнение, которое определяется в скалярное поле просто через фермион, как источник. Вот эффективно нужно ответ сводить к интегралу по мере, по этому пространству, параметрам АДХМ, и по параметрам еще Грассманам, которые описывают фермионные поля. Тут сидеть здесь, и в так называемом индуциированном действии. это тот кусок действий, который должен остаться, но не перевод по такими... Добравить уже дальше. Вот. И вот эти нулевые моды, нулевые моды фермионов, они тоже описываются параметрами, нулевые моды фермионов, или ямы, я называл ямы, нулевые. Они описываются тоже параметрами, которые являются... удобно расположить, считать матрицами. М1, М2, мю и ню. Эти матрицы, это матрицы N на N, M1 и M2, большие, а мюл и нюл, это матрицы N снова на 2, это 2 на 1. 2 на. Причем эти матрицы являются, эти матрицы, поскольку эти фермионы, являются Грассом. Грассом. И, опять же, это изобретящее число параметров, и они должны выглядеть вот этим 2 уравнениям, которое здесь написано, в которых участвуют, как эти новые матрицы, описывающие фермионы, мюлевые моды, матрицы N2, аминю, и матрицы из инстантомов, описание поля аминю, В1, В2, и G. Эти два уравнениям. Замечательным свойством является то, что вот эти уравнения, то, что они совпадают с линеризацией тех уравнений, которые были уравнениями ОДХФ. Вот если я возьму уравнение ОДХФ, скажем, такое уравнение В1, В2, плюс I, G, одно это уравнение. И провалим это. Тогда на вариации получится уравнение для этого В1, В2, коммутатор, плюс остальные. Легко увидеть, что это уравнение, и второе тоже, совпадает с теми уравнениями, которые здесь, которые удовлетворяют M1, M2, M2, M2. То есть при такой вот замене, которое здесь написано, при замене нулевых параметров нулевых мод фермиона и вариации элементов конденциального пространства, можно сказать, касательного пространства модерей и имеется такая вот симметрия. Когда этой симметрии это было замечено еще, как говорят, Дори Козе Мальтисом, действие, А может быть я разгромлю, я сомневаюсь, может быть флюма погасяну. Может быть действие переписано формально вот таким образом. Вот исходное действие было, как я говорил, записывалось исходной станцом после перехода применения геноперевала и переписывалось как интеграл по мере в пространстве модуле, точнее не в пространстве модуле теперь, а в пространстве супермодуле. Это суперпространство. потому что координаты в этом пространстве включают не только черные по этой В2 и Ж, но и вот эти не черные, один, двами. Поэтому суперпространство, от которого есть степень минус действий, которое преподстановит решение тех уравнений, которые только что были, становятся функцией от этих параметров b, от параметров m, ну и других, и вакуумную среднюю вообще. Это такая функция от этих же параметров. Но все это связано теми уравнениями, которые здесь есть. Вот есть такой интеграл особенно пространство. Благодаря вот этой симметрии, которая есть в хирургическом случае, это удается записать как интеграл от формы S индуцированной формы смешанной формы смешанного рамка. Я буквы а обозначил всю четверку четверку координат B1, B2 и i j. А буквой m вот здесь надо условно вот эта сумма равняется интеграл O d m и в степени минус s индуцированной a m некоторой функции от этих параметров. Это координаты не черные пространства на пространстве уже суперпространстве модуля эта функция одних. А здесь какая-то минус элемента объема. Это можно сделать таким образом. И интеграл идет только по самому пространству этих самых пространства модулей а в этой функции вместо а стоит а вместо n стоит d то есть дифференциал дифференциал но конечно можно спросить а что это такое что такое функция интеграла интеграла от функции которая содержит дифференциал что это такое а 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 тут надо вспомнить березинский интеграл по вскрым нечетли игра которое сколько но тогда парк деления интеграл от дээта равен нулю интеграл такое пределение из грезинского интеграл дэта дээта равен Теперь мы можем проинтегрировать любую функцию от θ, потому что любая функция от θ, мы будем разложить 5 ряд, это будет как от нуля, просто констант плюс f' от нуля на θ, а следующих членов нет из-за того, что θ квадрат и другие степени равняются. Поэтому мы здесь получим первый член от ответа, но по этому правилу это 0, и второй член дадут f' от нуля, f' от нуля на θ, вот это, значит, f' от нуля. Ну, это очень другое. Ну, красных переменных может быть несколько, тогда здесь, правда, меняется их, сколько тут штук, и они все антикумативы. То есть, это и, это же, равняется минус, это, жить, это и. А интеграл прибегается таким же, таким же образом. Только интеграл. Вот эти, равняется и минус. И тогда интеграл прибегается. Теперь, аналогично этому мы можем ввести интеграл, в стиле функции от таких, один форм, в dx, которых может быть несколько штук. Предполагаешь, что dx в квадрате, dx в квадрате равен таким образом. Тогда, если мы рассматриваем интеграл, интеграл по функции, которая зависит от, каких-то, соответствующих, dx в квадрате, x, вот такой интеграл. Но ясно, что мы должны разложить только точнее, где возникнет форму старшего, возникнет выражение dx1 на dx2 и так далее, на dxn, что есть элемент просто объема. И вот соответствующий здесь кефицент, который… Знаете, этот интеграл надо понимать, как он такой интеграл, естественно, это рассказывал за жизнь. Ну, простите, я так быстро говорю, да? Сумбурно, наверное, понятно, что я хочу сказать, как понимать тот интеграл, который здесь. Мы немножечко подробнее, потому что, когда я хочу это сказать о его авторизации, можно подробнее, можно более четко сказать. Вот, было показано, что так оно может быть переписано два первых. А во-вторых, было показано, что вот эта форма смешанного ранга, которая здесь стоит, функция от а и от дифференциала, она сама может быть написана как дифференциал dv, дифференциал, от один форум, амин. То есть, так и чего… Что это такое? Я дальше расскажу, потому что я хочу во втором части рассказать эту замечательную теорему, не только в этом месте. Здесь, возникает про теорему локализации а точнее в какой ситуации. Возникает… Значит, интеграл в конечном счете записывается вот так. Причем, на самом деле, этот дифференциал – это не обычный дифференциал, дифференциал Дерана, а так называемый экварианный дифференциал. Логовка V обозначает, что он модифицировал по отношению дифференциала Дерана, а потом я тоже скажу ниже, с помощью V, где V – это векторное поле. Векторное поле связано с нашей задачей с вакуумным средним. В результате, этот интеграл имеет такой вид, что он может быть просто вычислено точно, и для этого нужно найти пространственные модули, неподвижные от этого относительно поля. V является полем хеллинга, найти неподвижные точки на нашей пространственной модели относительно этого поля, и ответ будет даваться суммой по этим неподвижным точкам, единственный детерминат этого векторного поля. Ну, векторное поле, значит, действие, у нас есть многообразие векторное поле, каждую точку каким-то образом делимы. Но если есть точка неподвижная, то ее он не двигает, а она двигает точки, которые находятся рядом. Куда-то векторное поле сдвигает каждая точка в окрестности касательно пространственной окрестности фиксированная точка. Поэтому, если мы рассмотрим вот вектор, соединяющий неподвижную точку и точку соседствия с неподвижной, и рассмотрим другой вектор, который перейдет по действиям этой векторной поле, и это, конечно, преобразование получится, это векторный поле индуцирует такое линейное преобразование в окрестности фиксированной точке. Ну, а раз линейное преобразование, значит, есть оператор линейной, значит, есть его детерминат. Можно вычитать. Есть матрица, детерминат которого, вот что такое детерминат, как одного пола, он имеет смысл в окрестности фиксированной точке. Вот, теперь... Хорошо, значит, что я в втором часе хочу сказать. Для того, чтобы вот... Я... Для того, чтобы объяснить, как происходит само учтение, чтобы само по себе интересно, наверное, найти сами фиксированные точки именно в этом случае уже нет времени, хотя это может, это тоже интересно, но саму теорему я, пожалуй, расскажу, стараясь очень быстро о том, как в трикативных условиях применима эта теорема организации. И, что покажу, пока они доказываются, во-первых, а во-вторых, напишу... Ну, я говорил о том, что открытие соответствия — это равенство между статцом и Некрасовым, подверждение равенство статцом и Некрасовым и комфортного блока, соответствующий комфортной... Соответствующей теории комфортной примерной, соответствующей данной Глебровочной теории. Вот я определю, хочу точно определить, что такое комфортный блок, просто и чисто... в общем, простых уравнений. Ну и тем самым... И, может быть, навязать простейшую статцом Некрасовым, утверждение о том, что чем я могу. Добро пожаловать. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Да, тут важно, что это утверждение верну, когда число чёрных и число нечёрных равны друг другу. Дверь х1 и так далее, это 1, тогда это равняется грамм, например, х1, это адресент, х1 и так далее, это х1. Просто, в принципе, дифференциально, они себя начинают по нему располагать, учитывая эти правила, оставляя только форму высшего равна. Ну, это формальные вещества, а так оно совершенно применяется, но там есть ещё. Ну вот, теперь ценим локализацию. О, локализация. Локализация. Или она ещё называется кериом-дистриматор. Локализация. Значит, пускай у нас имеется, пусть у нас есть, пусть у нас есть двумерные пространства. Мерные пространства есть новая перерасмерность, и он в некоторых многобратиях. Перерасмерность, в некоторых многобратиях, чётко пускай, имеются двумерные. Пусть на нём имеется метрик. Медалим на метрик. g и g, d, x, i, d, x, пусть эта метрика симметрична, относительно бесконечно малого, при образовании координат. x, i на x, i, плюс. Ну, как? Так. Плюс x, и бесконечно малого, и и от x. В и от x. Ещё называется векторным полемом. Правильно? Ещё называется векторным полемом. Метрик. Плюс один вариант. Относительно него можно написать уравнение. Вариация как называется? Производная ли, применённая к этому полю. То есть, результат просто вариация метрики при каком-то образовании. Вариация метрики при каком-то образовании. В нескажем. Р, В, В, К. Пускай это симметрия. Самое третье. Это поле является симметрией. Как освет. То, о чём мы говорили. Симметрия как метрики. Теперь. Построим по этой метрике и по этому вектору полю один форму. Ну, что такое эта форма? Один форма, это значит, просто, попросту говоря, это эндрик с одним низким значком. Построим, значит, эту форму во время катаковой В, В, Ж, Ж. Наш. По определению. По определению. Тогда легко проверить, что это ВИ тоже и вариантом будет относительно этого преобразования. Взять, проварировать все блоки этого свойства и будет и вариантом. Взять, что ВИ отомерка оказана не будет расписывать. Взять, не надо. Взять, нужно было расписать. Теперь. Ведём теперь такое… Ну, во-первых, дифференциал дедерамы, который есть, dxe, по определению, dxe, дифференциал дедерамы. В искрении у нас есть свёртка векторного поля с формой. Да, что называется форма? Вообще форма, это форма, а это один форма, форма может быть и большего рамка, какого-то m-того рамка, dI1 и так далее, на dTiM. Форма амета m-того рамка. Попросту говоря, это… Можно было бы не писать этих дифференциалов картана, тогда это, попросту говоря, антисимметричный тензор m-того рамка. Правильно? Но это здесь сидит в том, что они между собой, как было раньше написано, антикоммутируют дифференциалы картановские. Это m-форма. Теперь введём свёртку векторного поля с формой. Это такая операция, которая превращает m-форму, если я беру m-форму, в некоторую форму m- первого рамка. То есть меньше в рамках, где имеется меньше в рамках. Ну, по определению такого, это и есть вот эта форма омега m-1, e-1, e-m-1 на все эти двери. Которые получают звезды вот просто таким образом. Берём bk, сворачиваем с одним. Берём m-форму, сворачиваем с одним из индексов, антисиммитризуем по оставшимся, и вот получается это. То есть антисиммитризация по. Вот, разрешаем её вот это. Теперь мы идём, ну, известно, что дифференциал грамм, d обладает этим свойством. d в квадрате равняется нему. Легко проверить в рамках, если применяем. Да, что делает сам дифференциал грамм? Я не сказал. Дифференциал грамм, поскольку он получает одно дифференцирование и умножение на dx, он, когда применяется дифференциал грамм в форме m-того ранга, то он даёт форму m плюс первого ранга какой-то. И, если мы второй раз применим, второй раз применим в той же форме этот дифференциал, то есть это вычислил d квадрат от любой формы, то мы получим нему. Только, если так, d квадрат равняется нему. Ну, а кодмологии — это решение вот такого уравнения, что называется кодмология, это антисимметричный интенсорант, который удовлетворяет вот этому уравнению, это уравнение, и не является самим, но не имеет самим вида d от чего-то. d от чего-то, конечно, уравняется неравнение. Чего? Дифференциал. Да, и неравнение. Правильно. Вот это гомология дыра. А вот тут нам нужно ввести гомологию эти варианты. Они вводятся таким образом. Вводим такую штуку. d равная dv, вот здесь dv стоит, равная d, дифференциал d рамок, плюс свёртка, сверху, с векторным полем b. Тогда эта штука очевидно так действует. Когда мы dv будем применять в какой-то форме m этого рамка, то мы будем получать кусок и в форме m плюс первого рамка это d, который будет действовать, а сводка будет давать слагаемое m минус первого. Ну вот, теперь вычислим квадрат, чему равняется квадрат этого дипенциала. Возвоним эту штуку в квадрат, раскрываем скобки, здесь получается d в квадрате плюс d на i v, плюс i v на b, плюс i v на i v. Это члено очевидно равен нулю при влиянии формы, только что мы говорили. Это тоже, потому что это есть ничто иное, как свёртка v i, v r g и свёртка с антисимметричным центром. Симметричная и антисимметричная ответственность. В результате мы получаем такой остаток. Один понижает рамку, другой повышает так, что квадрат бьёт из формы данного рамка до того же рамка. И вообще эта штука легко проверить, равняется производной li от производной b, то есть вариации под действием этого векторного поля данной формы. Поэтому, если этот директор в квадрате применяется, этот дифференциал ДВ применяется к формам, которые являются симметричными относительно нашей симметрии, нашего поля Киллинга, то он является... как это называется по наручнику? Ну, точно не знаю. Ну, его квадрат, короче говоря, равен ДВ. Итак, на подпространстве формы, которая является симметричным, он равен ДВ. Вот после того, как я определил и метрику, и альтинформа, и дифференциал. Теперь я могу лучше сказать утверждение теоремы. Пусть у нас есть интеграл, который имеет вот этот странный вид. Е в степени минус ДВ ДВ от омега. Ну, что такое ДВ от омега, конечно? Еще один раз. Мы будем работать с таким видом, а... ДВ от омега, если вспомнить, как там я определил омега, равняется... равняется... Д омега плюс, значит, ИВ на омега равняется Д омега, обычный, пиклица плюс Ж ИЖ ВИ ВЖ. Здесь просто... метр с одним днем, это не значит. Поэтому этот интеграл равняется, может быть, записывать как? Е в степени минус Д омега, а Е в степени минус ВИ ВЖ Это уже нормально, это просто функция. Правильно? А вот здесь еще такая непонятная вещь, это форма, один форма, а это Д где-то два формы, поэтому это есть два формы. Но мы с ней что должны сделать? Мы просто разложить ее ряд идица минус ДВ диамега плюс... как там получается, она вторая, да? Д омега в квадрате и так далее. Теперь Д омега это два формы. То есть два формы, то есть нечто имеющее вид ИЖ на ДХ и ДХ. Она стоит под интеграл. Интеграл от всех форм не самого высокого ранга, то есть когда ДХ не столько, сколько должно быть плеветь объем. Ну, по-применению считаем равную. Поэтому надо оставить только здесь член единицы на Н в квадрате на Д омега в степени на Дх Поэтому этот интеграл в конечном счете равен. Единцы на этот минус единицы на этот на этот инстеграл для Омега в степени Н, а Е степени Ж и Ж, В, В, Ж. Ну, а это уже нормально. Ну, для омега это можно записать, что это есть какое-то омега и Ж, на ДХ и ДХ и ДХ, да? Вот так можно записать. Поэтому омега для омега степени Н продолжает равенство. Омега продолжает равенство, записывается как Фиан. Фиан в матрице Омега на Е степени минус Ж и Ж, В, В, Ж, на ДХ1 и так далее, ДХ2 всего на двоймерных пространстве. Это уже нормальный объем. Таким образом, этот интеграл на самом-то деле является таким. Ну, а Фиан, понятно, что, скажем, если пространство четырехмерное, то это Омега-1,2 на Омега-3,4, да? Минус Омега-1,3 на Омега-2,4. В общем, перестановки надо все сделать. И свойство этого Фиана заключается в том, что Фиан равняется корнем бездетриминанта этой же матрицы. И вот утверждение заключается в том, что от интеграла равен сумме по неподвижным точкам нашего вектором поля В. Что такое неподвижная точка? Это точка, в которой при образовании координат бесконечно малого вектора поля зануляется. Ну, Ригер, их можно в конечном количестве, ну, в принципе, Лобс и В. Сумма по этим неподвижным точкам, а здесь стоит единица просто на детерминат этого В и ОТ и Ж в точке ХП. Детриминант вот этой матрицы в каждой точке. Сумма по-русски. Ну, не знаю, не знаю, все-таки, хотите, это не быстро доказывается, но я не буду этого сделать, поскольку у меня осталось. Вот сам. Ну, в общем, доказывается это вот таким космом, которым Альберт Соломон очень любил доказывать так, то есть устанавливается из-за. Мы берем, рассматриваем место этого экипиала, на самом деле, как хотим выяснить, вот такой экипиал, который для экипиала, и в степени минус Т на ДВ амин. Так? Теперь берем дифференцированную, швелись вспомогательной переменной, потом мы положим равные единицы. Дифференцированную муку по Т, по этой вспомогательной переменной, и убеждаемся в том, что Т на самом деле не зависит. Т может быть положено равную. Т может быть положено равную чему, а Т не зависит. Но почему так? Это в силу того, что наша форма омега удовлетворяет уравнение ДВ в квадрате на омега равна нулю. Форма омега по строению, как мы ее строили, это все варианты, точнее эквиварианты. Вот здесь эта штука, ее убивает. Но если, когда мы дифференцируем, то у нас здесь что получаем? По Т получаем минус ДВ омега, да, есть в степени минус Т ДВ омега. Вот здесь так просто стоит. Это вам нужна эта. Теперь мы можем записать это вот так. как минус интеграл ДВ, примененный по всему ее степени, минус ДВ омега. Но почему это можно? Потому что ДВ вот этот экспонент, и в силу вот этого свойства, равняется мы. Но разложим экспоненты, видим, что мы можем нести эту штуку. вот, теперь это дальше мы можем переписать как таким образом. Синтеграл Д, Омега, я в степени минус Д, ДВ, Омега. Почему? Я, значит, отбросил здесь свертку, ДВ омега состоит из Д и еще свертка, не В. То есть свертка понижает ранг форму. Когда мы берем, это какая-то форма, да? Вот когда раскладываем, то это будет форма какого-то ранга. Но форма ранга старше, чем размерность пространства, не бывает. Правильно? Потому что повторятся два, да и один старт. Поэтому здесь максимально может возникнуть старший ранг. Так? Но старший ранг, свернувшись с этим, дает на единицы меньший ранг. Этот дает ноль. И все остальные тоже. Поэтому можно оставить. Но это есть не что иное, как полное производное. И если у нас пространство не имеет границы, то, значит, это она и смеет. А где можно посмотреть? Доказано это. И тогда мы этот наш интеграл будем вычислять стример Т бесконечности. А раз Т бесконечности, то он садится на... Вот теперь вспомним, что он устроен. Как-то вот так. Ну, там какая-то единица на этот период. Сейчас мы будем говорить. Скроем так. Есть кофиан. Кофиан этой матрицы омега, состоящей из производных омега и омега Ж. Кофиан, она в степени минус Т теперь. А здесь стоит Ж и Ж. ВИ, ВЖ. И Т бесконечности. Раз Т бесконечности, то надо оставить только точки, в окрестности то есть в точке, где В и Т, где В и Т равняется нулю. Да, здесь стоят единицы важны. Единица Т в степени Н ставит из степени. Т в степени Т в степени Т, но это не потерял еще такой знак. Т в степени Н. Значит, надо оставить только окрестность точки xp, где он равен 0, значит, пускай есть точки такие, их окрестность, которые дают вклад, в окрестности этой точки Vi от x равняется 0 плюс производная Vi в этой точке на x-x, xp и t. Ну, короче говоря, возникает Багаусский интеграл. Что он нам дает? Он дает матрицу, значит, в результате мы получаем, что это отравняется сумму по таким точкам, по P, по Fian, по Fian, обычный в этой точке P, помноженный на корень из детермината g и g, в этой же точке, все, в этой точке, и на корень из этой матрицы, там здесь присоединение матрицы, матрицы имеются метрики и матрицы t, значит, здесь корень из квадрата этой матрицы, то здесь просто, здесь просто еще идет терминат, вот этот, как-то осматривается ДВА, под Экш, который, вот так, он бесконечный, потому что входит в два штука. Здесь еще t входит, оно пойдет в поле из t в степени P, знаменатель сократит в степени V, и сократит как раз это t в степени N. Ну вот, а теперь, значит, дальше можно посмотреть, что на самом деле, на самом деле, это изолина омега, действительно, здесь произойдет сокращение токофиана, которая из корня из детермината этой матрицы, и ответственно не только таким, как есть. Ну, я в примере, не могу, может быть, кто-то, можно сказать. Ну, два слова о том, что является в нашем случае этой симметрией симметричным форм. У нас есть в пространстве модуля, здесь дается V1, V2 и G. Сматривается, и G. И мы должны, и эта симметрия есть и таким образом. V1 изменяется на TV1, вот имеется такая симметрия, потому что можно посмотреть на теории, и, например, я написал, V2, если заменить T2, то есть распараметр T1, T2, T2 и на что-то типа T1, T2 и на T крест, где T1, T2, это числовые параметры, а T это матрица, матрица 2-натрица параметра, параметра E в степени, E в степени, вот что-то здесь, ляма, 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 мастрица, мастрица из игры и взял, и говорит, ой, подалки его и намешал. То можно увидеться, что это ничего не меняется, что это стоит в сравнении. Многообразие, что это симметрия, эти многообразия сохраняется в сравнении. Поэтому, и вот, оказывается, если мы возьмем бесконечно малое преобразование, векторное поле, вот я и говорил, что там у нас стоит векторное поле, векторное поле бесконечно малое преобразование такого вида, и вот, а именно, единица плюс F7 на 1, T1, это единица плюс F7 на 1 на Тау, Тау уже бесконечно малый параметр Т2 равняется единица плюс F7 на 2 на Тау, Возьмем и, там, Т, Т равняется единица плюс F7 на Тау. Вот мы можем взять такое бесконечно малое преобразование из этой группы. А 9 на 1, эти два, это не красный, не параметр Тау. Это вот бесконечно малое преобразование, и директное утверждение заключается в том, что то, что у нас там получилось, именно имеет вид ДВ, ДВ Омега, где Омега – это один форум, построен по некоторым меткам, так вот, в этом пространстве, которое у нас есть. Вот, так что, все имеет вид такой, что можно применить от этих омег. Для этого надо найти не по ближней точке, то есть те точки, которые не меняют под действием, вот к этому преобразованию. Они описываются диаграммами, нумеруются диаграммами Юга, для простейшего случая пара диаграммами Юга, и дальше, значит, они вычисляются в том, что это не так. Ответ имеет вид, который, может быть, здесь на слайд, как он будет. Еще раз я вам хочу показать, прежде чем сказать, что это будет от полный... Ну, вот, это и решается задача нам, чтобы найти детерминат, нам вычислить собственные значения. Они обстояются, не так сложно, здесь написано уравнение, которое приводит к этим собственным значениям, и в результате ответ записывается. Вот одна форма, а вот вторая форма. Вот детерминат, ответ детерминат. Это произведение по паре диаграмм, а здесь придет произведение по клеткам, лежащих к одной из диаграмм, и вот такие очень простые выражения, где вместо Эвсинадина расстравлено уже Б, вместо Эвсинадина Ахмэ, вместо Эвсинадина Ахмэ, а это руки и ноги клетки относительно первого и второго и диаграмма. Вот, короче говоря, совершенно явный ответ, и теперь я хочу сказать, с чем он совпадает. Этот ответ зависит от наших параметров. Статусу Магикрасова, простейший куча, для чистки гравитации, это функция параметров А, в арку на ожидании Эвсинадин и Эвсинадин. Теперь, комфортный теорий блок. Я хочу определить простейший комфортный блок. Простейший комфортный блок, это комфортный блок, который описывает четырехточечные провинционные функции и четырехточечную частичную амплитуду Эвсинадина на самом деле, дельта 1, дельта 2, зависит от параметров дельта 3, дельта 4, это параметры комфортной разминасти полей, и внутренний параметр D. В комфортной теории поля еще есть центральный заряд алгебрегрессора алгебрии нашей симметрии и координаты. Вот это четырехточечные коллекционные функции дельта 1 в точке x, дельта 2 в точке 0, скажем, мы пользуемся коррективными вариантами сможем расставить три точки в произвольные места, удобно расставить вот так, конечности, ну вот, и такая коллекционная функция, она выражается через вот такие гламотные конформные блоки, тут важна еще промежуточная размерность, во что сомневаются эти два поля, по всему миру, в какие, какой примарный полис, какой конформная размерность, конформная теория поля, у меня конформная теория поля симметрия в простейшем случае это симметрия это симметрия алгебра иеросора, это алгебра ли, генератора, который l, n, все возможные целые числа и еще c, коммуникационные соотношения с., теперь примарный поле и его потоке, которые выражаются таким видом можно считать как элементами, как вектором пространства, в котором имеется само примарное поле φ, затем имеется то, что… Примарное поле определяется вот этим условием, все ln в примарное поле его ангибируют, ln больше 0, это как лап, а ln, если какой-то оператор на φ, для него он является собственным, и это называется ангибируемая разница. Это поле примарное порождает весь мультиплет с помощью элементов положительной части алгебры Верасова. Если мы подействуем таким совокупностью на само примарное поле φ, где еще их упорядочено, чтобы не повторяться, то получим все поля, которые входят в этот мультиплет. Вот мы и… Теперь я хочу сказать, как написать ConformingBlock. ConformingBlock является функцией вот этих параметров, но давайте рассмотрим так называемый предел Гайлога, когда все параметры… Когда параметры рассмотрим предел, когда ДТ1 и ДТ3, два параметра, делаются очень большими, стремятся в физковическом. Тогда зависимость от внешних… Внешних, здесь внешние четыре размерности и внутренние, от внешних размерностей пропадают. Точнее, она входит в перенормировку в букву Х. Конформный блок становится функцией от Х, помноженной на ДТ1 на ДТ3. В этом пределе. И становится функцией тем самым одной переменной этой, второй – ДТ, и третьей – центральной ДТ. Итак, есть Гайлоговский ConformingBlock – это функция от одной переменной Х, от Дельта и от С. Этот ConformingBlock определяется таким простым блоком. Возьмем, разложим этот Х, этот ConformingBlock по степеням Х. А станция Меликасова, она раскладывается тоже. Параметр А тоже раскладывается в степене параметра А. Значит, тогда вот эта штука определится так. Давайте возьмем в нашем пространстве, в пространстве потомков поле. Вот здесь есть поле, еще раз я говорю, φ. На первом уровне – n-1 φ. Уровень – это сумма, вот, сумма. Это значение минут. Размерность поля такого потомка, n-n1, n-n2, и так далее, на φ, отличается от размера φ на сумму nx. Она равняется дельта плюс сумма nx. Сумма nx называется уровень. На каждом уровне имеется сколько-то таких потомок. Давайте найдем на каждом уровне, на этом уровне, такой потомок, который представляет такие уравнения. L2 на n равняется… L1 на n. L1 на n равняется n-1. То есть оператор, понижающий оператор, он переводит потомок, линейную комбинацию вот таких на n-ном уровне, потомок на уровне n-1. А все остальные, L2 и прочее, достаточно L2, потому что комбутаторы L1-2 – это L3 и так далее. Просто они едины. Найдем такие витара на каждом уровне. Да, а n на n равняется дельта плюс n на n. Вот определим такую систему уравнения. Ее легко решать в лекуре. На нулевом уровне есть. Сам витарафия на первом уровне n-1 с какой-то уже константой получится. Но я не могу больше отнять время проинвестировать это. Он находится. И тогда утверждение заключается в том, что это fn, чтобы вычислить, это fn, это fn, надо просто вычислить скалярное произведение n на себя. Ну, скажем, чему родились скалярные произведения такого вектора? fn. fn, это fn, это fn, это fn на себя. Это, ничего иное, как ноль. Это бра ноль. fn, с 1, крест надо поставить. Это, значит, f1. fn, с 1, крест, это fn. fn, это fn. fn, 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 fn. fn, fn, – fn, 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 fn. dc на скалярное произведение множества, но это единица. То есть всё это вычисляется. Вот ответ. Этот ответ является функцией dc. Теперь, если мы возьмём, наконец, если мы возьмём, например, такой параметризации... Это уже закончилось, наверное. Нет. Ещё здесь снова. Это пример такой параметризации. Очень удобный в конкурной теории поля. Центральный заряд выразим через параметр b. Таким образом, единица, единица, единица. 6b-1 в квадрате. Просто параметризация, которая не информизует все уровни. А дельта... Ну, тут ещё есть ещё вспомогательные буквы. Более компактные. Центр имеется единица минус 6 на у квадрате. Плюс 6 на у квадрате. А дельта меняется у квадрате на 4 минус на у квадрате. А, наконец, q – это такая комбинация буквы b и b. То есть, у нас я вместо параметров c и b перешёл к параметрам b, на самом деле, b и y. Тогда все формулы... Замечательное такое свойство, что все формулы становятся... Все функции становятся просто миромортными функциями для параметров. А так они содержали в квадрате. Я имею в виду функции, я имею в виду в типо методные блоки. Вот. И теперь движение заключается в том, что вот эта штука, теорема... Гайота... То есть, теорема Агт соответствует, заключается в том, что zt, в том, что zt, в которой есть функция а, x на один, x на два, равняется fn, которая после этого переписана является функцией от ямка и b. Если положить f7 на один равняется fn, f7 на два равняется b-1 и a равняется n. Вот это Агт. Агт. Теперь. И последнее. У кого связь? Это Агт. Ага. Это предпринятое с целью проверить утверждение зайберга элитов. Так статья называлась. Зайберга элитовый потенциал из гром инстантонка. Что-то такому. А как они связаны? Вот. Связаны они очень просто. Надо взять пределы z, когда f7 на один и f7 на два с двумя цеплями. Пределы, ну, лучше логарифм. Логарифм z. Вот. А, f7 на один и f7 на два. Помноженное на f7 на один и f7 на два. Короче говоря, утверждение заключается в том, что z, когда f7 на один и f7 на два, имеет такую асинтотику единицы на f7 на один и f7 на два, при потенциал зайберга элитов. Плюс поправки. Это вот гипотеза Некрасова, которая потом была, им была, когда он получил результат, вот тот, который тут написан, им была проведена. Для первого порядка. Потом Монс и Кунихомом это доказали. И Макаджин тоже доказал подтверждение. А что касается вот этой тоже, более свежей истории, АГТ, не надо никакого предела. Сама функция вот эта, не фармированная Некрасова, сама по себе интересна для конформенной терапии. Она дает просто точный ответ от экстреляторов в конформенной терапии. Вопрос только в том, как именно обобщать этот простейший случай. Ну, не только, но и всякие вопросы. Вот. И... Вопросы есть? Вопрос. Вопрос. Ну, обычно, в классе в теоретаре, масштабные нерезы совершаются под сферами, защит saber чиптованных, киапляет, под容易, кровообороны, пилеты, на лобовицы и так далее. Конечно, тогда уже абсолютно не стоит быть применением. Ну, нужно что иметь? Ну, соответственно, я знаю, в зависимости от того, чтобы нет это точно точно и где можно остальные есть здесь там есть масштабные даже больше В точке перехода она ничего не нарушена, она просто является точностью, она нарушается, когда мы отходим от температуры. Мы, если говорить сейчас о статфизических моделях. Конфортные модели, они важны в теории струн, на самом деле, где просто по определению мы описываем струну, как некоторую конфортную теорию поля, например, конфортный мировым ввести в мир, и не в иностранстве, и, по сути, по-другому. Ты говоришь о чем-то другом. Сама калибровочная теория, здесь вообще масштабная, вообще говоря, калибровочная теория, калибровочная теория, все это понятно. Вот я сейчас, последний вот это утверждение, которое я сказал, это калибровочная теория, в которой есть чистые веки на мутилитинге в нем, а в ней нет масштабной гуляности. Вот если смотреть комфортные, то есть это классика с симметричностью, то есть четырьмя гипербольтиплетами, она будет еще сама в четырехмерном пространстве, комфортными элементами, и в этой функции не будет выполняться. Ее можно нарушать, конечно, за счет добавления массы. Если эти гипербольтиплеты обладают массой, то она действительно нарушена, метро нарушена. Мы говорили, а вот ненулевое втёк, я положу нарушенную. Правильно? Ну, когда А в своем втёк, А. Да, нет, но в этой теории она исходная, его исходная даже, исходная, потому что была нужна еще занулить оставшиеся первые претенки функции, для этого нужно подключить еще икру. То есть так даже на древесном проекте неконфортно, на древесном проекте, а, больше, а ты говоришь, еще там импентилик тоже нарушает сконфортно у тебя. Да, да, петля. Так, ну, да, давайте поблагодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Высоцкий, а «Тверхсиние магнитные поля». Документ, я был один год назад и читал лекцию, и тогда, в частности, пригласили, я решил, что это не про развитие этой работ, которые рассказывали два года назад, и вот они касались про критических зарядов. И я так сильно погиб в порядке. Когда я готовил, я понял, который я абсолютно прозрачный, который я показывал два года назад, и я понял, что тогда все это было несколько сырым еще, видимо, я окончательно помню, что не показывал, с одной стороны. По другой стороны, я еще за два года, чтобы помнить, что я показывал два года назад тоже. То есть заимно, видимо, отрутили частью, что-то, да? И здесь я скажу, что я сейчас показываю, скажу, что самое на первом, но если не для технических зарядов, то я сейчас на центр покажу, там, пара прозрачного. Вот, я скажу, как можно прозрачный, что были два года назад, и нашим ценовое. Так. Значит, здесь пойдет о том, что в сфер сильных магнитных полях происходит экранировка... Да, что я? Ну, если это задержка непонятная, то я думаю, что в сфер сильных магнитных полях происходит кривого угловского потенциала, и можно учесть, как это влияет на атомные уровни, и это будет у меня чуть-чуть физически, да, это заточено. Значит, дальше. Значит, вот это введение, значит, слайд со школы десятого года, ну, я, Виктор Михайлович Галецкого не застал практически, а, так сказать, вот я знаю от него студента, диплом Угода Аркадьева, я считаю, что его здесь считал диплом, и он несколько раз говорил, что Галецкий был большим специалистом в области планки в механике. И вот есть такой заменитый задачник, я думаю, что студенты все-таки, наверное, знают его Уграевского, Кротакова и Омена. Очень хорошая задача по планке в механике, и там есть вот задача, которая тут написана. Это основной уровень отрыва дорога в очень сильных магнитных полях. Ну, именно в очень сильных, не просто в магнитном полях, там, у человека Синемана, у человека Пашу Бакина, а вот сильные магнитные поля. И это там подробно очень разбирается задача, а то, что я тут разбил. И это, значит, кстати, в издании в ходе 1974 года появилось в аналогии все цифровые механики. А то, что я буду рассказывать, это некоторое дальнее счет, так сказать, развитие. И это будет такая квантово-механическая и квантово-динамическая задача. Значит, ну, тут перечислены к тем, те, кто и занимались, и ее решали, Шапати Руссов, и потом вот дальше работали. Значит, дальше, значит, для этого в этом докладе, что я буду иметь подселенным магнитным полем в виду. Это поле больше так не желаемого атомного. Оно больше, чем Е-пунктное Е в квадрате. Е в массой электроны Е. А еще имеете швейнгеровское поле тоже будет важно. Но швейнгеровское электрическое поле, я думаю, вы должны знать, это когда начинается сильное рождение, то есть минус пар. Вот, это М квадратное электрическое поле, оно имеет тоже размер, значит, у электрическое, поэтому его тоже швейнгеровское называют. Это швейнгеровское поле. Значит, используется все-таки гауссовые единицы, то есть е квадрата это 137 это значит он был у меня атомное поле сильнее 10 4 раз примерно швейгеровское поле а сильнее еще сто раз этого сверхсильное магнитное поле про которые эффекты про которые я буду говорить это вот именно в нем и наблюдаются какие могут практические применения так сказать потому что поле действительно очень сильное в конце и может бывать еще один полезный параметр будет регулировать это то что называется радиус ландалу и магнитная дина в связи четвертого тела это если вы включаете вагнение шлидингера то там в поперечной области у вас плановая функция имеет размера единицы на кольце изгиба чем больше b тем меньше и сжимает или магнитная дина и сильное атомное магнитное поле это когда совпадает радиус бора с этой магнитной дина это называется атомно-магнитное поле сильное магнитное поле это когда-то больше атомного то есть у вас электрон сжимается магнитным полем до размера гораздо меньше чем боровский радиус если такое происходит то электроны на уровне ландал это решение просто уравнение в магнитном поле они чувствуют слабый кулоновский потенциал то что магнитное поле сильное атом слабый и они движутся в доле Cz под действием этого слабого потенциала потому что в перпендикулярной плоскости их держит магнитное поле а в продольном направлении те же длины кулоновский потенциал эта задача была решена численно лоудом и реалируем в шестидесятом году они решали численно в рогнюющей ленингером была еще одна работа, где было это сделано и если вы откроете лада улучшить квадратную механику после 24 года издания либо Кальций и Карнахова опыт этой задачи то вы увидите, что энергия в основном состоянии здесь Риттлер минус 1,4 пополам умножить на квадрат большого алгоритма B поделить на вот это атомное ворбитное поле то есть уровень уходит вниз и если, ну по сравнению с той случаем без поля, да и если, значит, B ведет в бесконечности, то уровень ведет, тоже будет в бесконечности вгружается вниз в рамки в ограничениях но вот если вы учтете раз поправки, то это поведение изменится не будет такого поведения значит, ну вот дальше, при тем, как я начну рассматривать нормальную задачу, четырехмерную задачу, да или четырехмерную, я начну с двумерной задачи потому что, видите, у меня электрон движется вдоль оси з и поэтому очень напоминают двумерные один плюс один одно время, одно пространственное измерение и действительно формулы окажутся похожими и поэтому это вот полезный пример в каком мире значит, двумерная бантовая электродинамика это называется моделью Шингера, когда электроны безмассовую ну это такое видоизменение модели Шингера будет массивными электронами ну, модель Шингера, кстати, сама очень интересная и я вам, конечно, чуть-чуть там скажу вот это, это множество, кстати, там уже недавно произошло как приступал до Хингса, вот про это вот скажу значит, и вот дальше я смотрю лекционные поправки к клонскому потенциалу на одно пространственное измерение это маленькая равная единица и на эти лекционные поправки обычный позиционный оператор напишем для него некто он несложен, но тем не менее интегрался и так аналитически не удается взять можно взять лекционную формулу и получить аналитическую формулу для вот этого потенциала фиация электрического потенциала куломского чуть-чуть там как поправок и мы увидим, что если больше массы то, то есть если фермионы легкие значит, двумерный электродинамик то G в константной связи имеет размерность массы у вас есть два параметра масса фермиона и, значит, масса фермиона и константа G вот если масса фермиона меньше G то тогда у фотона как бы возникает масса порядка G и имеется и хранит если она по-моему выглядит то на всех расстояниях то есть фотон набирает массу а если G ну да, это когда G больше когда G меньше там ничего интересного не происходит просто тяжелые чернионы значит, потом перейдем к шермионной динамике реальной там у фотона но в магнитном поле там у фотона тоже возникнет вот такая масса G, ну масса в кавычках потому что потом, на самом деле он, конечно, будет все равно безмассовый, да? на больших расстояниях но на малых расстояниях будет такой эффективный потенциал и там будет как будто масса у него но это возникает при очень сильных магнитных полях больше, чем у G, да на G, это тоже он называл супер-стронг и поле это вот число написано 137 на шингоровское поле шингоровское поле это 4 на 10-13 гаусс и тоже положено аналитическую форму для F.I.A.Z. затем про электронно-магнитное поле напомню и все уровни таких сильных полях критерийские вроде нижнего органа про нулевую морю, кстати, Беларитов рассказывал тут тоже есть нулевая значит он не критерийский при всех магнитных полях при всех магнитных полях нижнего результата остается не критерийский то есть можно открыть сравнение шеренитера и мы его решим значит вот в этих задачниках про который я сказал он решается в сравнении мелкой едиамы при этом точность на самом деле не очень хорошая можно взять более аккуратное уравнение было сделано кронотолом по полу и значит напишем это же уравнение с учетом кренировки кренировки их не было а мы учтем их кренировку вот и дальше вот последнее это уже критический заряд ядра в сверхсильных магнитных полях это вот критический заряд ну все-таки я скажу что если если вы имеете всякомагнитного поля если у вас ну вот ядро имел бы для точного уравнения тирака если пишите решение уравнения тирака да то при Z равном 137 и у вас там ну энергия есть масса такой ли единицы минус E квадрат на Z да E квадрат на Z в квадрате поэтому если Z равна 137 то у вас вот тут особенность в этом месте масса равна нулю и дальше надо скоплять но на самом деле это было разрешено еще с правительством в 45-м году что надо учить конечный раз на тигнах и тогда при 170 примерно Z 170 но таких ядер пока нет но тем не менее мысленно вы можете все представить 2 экспериментально тоже 2 аурана можно сблизить 2 аурана и тогда там уровень проходит нижней континуума при 170 то есть он не только достигает нуля как по этой форме до точного он находит до минус и при этом у вас энергетически может родиться E плюс или минус пара то есть есть энергия связи минус n электрон сядет на орбиту энергия будет минус n а позитрон идет на бесконечность вот поэтому энергия карпулатная такая способность происходит рождение позитронов из этого электрического кода но тогда я могу рассказать про то как так сказать экранировка если вы учите это в 70 магнитное поле то магнитное поле поджимает электронную волновую функцию к еду и поэтому уровень опускается вниз и поэтому происходит причине раньше чем сильнее магнитное поле тем для гнейших Z уровень уходит в нижнюю континууму и буду рассказывать про то как экранировка этому явлению мешает кулоновское у меня с одной стороны магнитное поле нажимает наружную функцию а с другой стороны экранируется кулоновский потенциал поэтому вниз не затягивается ну вот конечно много материалов я не буду стараться все рассказать что расскажу то расскажу атом водорода сильном магнитном поле начинаем просто без всякого магнитного поля сильном магнитном поле у нас фактически получится одномерный кулон сильный магнитный кулон сожмет кулоновую функцию и он будет по одному у нас начинает написать уравнение Шейдингера для одномерного кулона давайте вспомним как пишет уравнение Шейдингера для трехмерного кулона вот это вы все знаете и надо найти функцию хиа при том что настоящее уравнение шейдингера трехмерного пространства но вы отделяете орбитальное движение потому что у вас симметрия значит после этого вот R всегда положено на бесконечности меняется и дальше есть условие что хи в нуле равно 0 почему потому что если у вас хи в нуле не равно 0 даже будет решением этого уравнения если у нас есть предстоящие трехмерное уравнение там стоит апластиан единица поэтому если хи в нуле у вас не 0 в трехмерном случае то это будет решение не задачи склонному потенциалу а это будет решение задачи дейкофункции которые нет вот и парень если откроется так сказать соответствующие места показывает там что это решение нас не интересует всегда надо так а что происходит на мере мы пишем такую же формулу у нас вместо R стоит модуль Z меняется от минус бесконечности что может может ходить электрон и у нас нет такого требования чтобы пси в нуле равнялся нет этого требования поэтому если мы начнем искать нижний уровень то как раз он будет иметь пси в нуле не равное нулю и когда мы подставим нужно передачу пробную шум дайдем значение когда мы начнем начнем искать по этой функции будем усоединять единицы это будет галитмическая бесконечность спектр не ограничен снизу проваливается бесконечности тут мы должны вспомнить наша задача не одномерная мы пришли из первом мере то есть при расстоянии при расстоянии меньше чем магнитная длина меньше чем размер электрон у нас задача по этому должны вернуться потому что у нас на самом деле трёхмерная задача если значит электрон болтается на потенциале у него такой вид у него эффективный е квадрат минус е квадрат притяжение на з квадрат если з меньше а потенциал становится регулям. Электрон уходит в три измерения, его не удерживает магнитное поле, когда такие маленькие расстояния. Ну и, соответственно, вот такой вот футбол написан в этих задачниках, и написано вот формула для энергии основного уровня, просто как, это тоже формула для мелкой ямы. Мне понадобится потом все равно ее вывести, но пока я просто ее напишу, что энергия есть минус по n, интеграл по яме, интегрируется, ну, можно от h, можно от h, не важно, внизу он исходится, но важно, когда вы будете наверх, наверх вот на воровском радиусе, интегрируется потенциал, ну, если вы сделаете этот простой интеграл, возьмете, то, значит, какой-то простой интеграл, почему-то делаю, ну, возьмете его, вы сразу получите вот такой вот ответ, из ритма квадрата галитма, как я уже сказал. Вот. Дальше, значит, на этом основной уровне. Что происходит в первом возбужденном уровне? Стенциал у нас четный, поэтому у нас четный и нечетный. Первый возбужденный уровень нечетный. Раз он нечетный, то в сигнале равно 0. А раз в сигнале равно 0, это прямо трехмерная задача, с которой я начал. То есть энергия здесь минус линберг. Значит, у нас основной уровень уходит на минус бесконечности, а первый возбужденный сидит на линберге, ну и дальше имеется вырождение четных и нечетных. уровней. И единственный невыраженный уровень – это вот этот вот основной уровень. И это вот, так сказать, можно найти в работе Лоуна 59-го года. Потому что вот спектр имеет вот такой характер, например, в клоне, наверное, в клоне, в котором уходит в сигнале. Ну, здесь это моя поправка, это будет не так, потому что там есть линберг. Значит, давайте, так сказать, начнем с двумерной электродинамики. И посмотрим, как расправки влияют на форму потенциала. Значит, вот потенциал, да, это есть А0. Ну, А0, да. Вот А0. Четыре движения на кафе квадрате. Это вот эта диаграмма. Ну, пропаганда единицы на кафе квадрате. Теперь учитываем отделание. Значит, фи, вот, жирное, есть вот этот вот пропаганда, плюс этот пропаганда инклюзионный оператор. Ну, и так далее. Урагин Дайсен-Шлингер надо будет формулировать и получить вот такую форму для потенциала, что есть минус четыре движения, подавить на кафе квадрате. Вот. Ну, а теперь тут, так сказать, временной компонент. А вот когда минуска пространственного, поэтому, знаете, такие. Плюс конь истённый оператор. Вот. И, значит, что-то лучше написано, что, вы груша, если я патру и кафе квадрате на 4-е в меню в квадрате, размерность А0 у меня, поэтому равна 0. Раз 2-нее, и так сказать, миню в квадрате. А раз А0 равно 0, то там длинное производство, это g на, тогда g равно макс. Смотрите, у нас уже есть, имеет размерность массы. Вот. Ну, вот, так сказать, формула депутационного оператора. эта теория, в ней, при прочем, с ней не нарушается, поэтому кондиционный оператор токи сохраняются. Поэтому кондиционный оператор имеет вот такую формулу, которая тут написана, и полюса никакого нет при К квадратном, поэтому он должен быть пропорционально К квадратном. Полюса нет, это я в чем-то дефекты Х, дефекты Х, конечно, вас ведут. Вот если вы часто посчитаете кондиционный оператор, вот написана формула, и, значит, Т, есть единственный элемент, который зависит от отношения, К квадратный, это 4M квадрат, G-метра, то есть масса, а это, в общем, величина безразмерная с логарифмом, и, значит, если мы возьмем 4-х, ну, не 4-х метрат, а 2-х потенциал, как нулевую, криминую компонентную и пространственную компонентную, то тогда делаем преобразование Фуриер, и получаем... Включаем, прославим, прославим, прославим. Фуриер, вот, соответственно, G, по-моему. А потенциальную энергию для зарядок плюс G и минус G, будет вот такая, у bz там минус G на fz. Теперь, дальше посмотрим на bz. Вот если мы подставим в эту интеграмму этот логарифм, то в элементарных функциях интеграл не берется. Мы можем численно, конечно, выбрать, но хотел бы иметь антическую формула. Значит, асимптотики bz вот такие, где-то, 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 t. Если t маленькая, то именно поэтому пропорционально k в краю, полностью сокращается. Значит, как надо поделить на m квадрат? Вот. Она и единица, если t много больше единицы. И поэтому, если у нас было бы m равно 0, мы всегда бы сидели в режиме t много больше единицы. Потому что как надо поделить на m квадрат? И вот у нас фотон набрал бы массу, потому что p равняется единице. То есть, если эта масса равна 0 точно, как модель Швингера, то фотон набирает массу. Вот это замечательно. Результат Швингера, что без массы двумерный динамик и фотон набирает массу. И это была первая работа. Он в этой работе писал за 62-й год, что видно, что, хотя у нас теория, что обычно считается, что эти есть теории для бюджетных вариант, но фотон не имеет массу. А вот у нас пример первый, который мы начнем в первую ручку писал, но мы начали тут явно. Пример построили, где примерные динамик. Но про фотон вообще-то плохо, потому что в мерных датах фотона нет. У фотона есть две степени свободы, да? Четырехмеры, а в мерных датах их и нет. Но, тем не менее, кулонский потенциал есть. Кулонский потенциал превращается в югарский. Это замечательный результат Швингера 61-го года. Потом была уже работа Андерсона, где он ссылался на Швингера в плазме и в серковой диках. Тоже имеется вот масса у фотона. Потом уже были работы вот от Хиггса, раньше Браутейнгера, Эгмерта Хиггса, и потом Кибла, Хагена и Бураника. Ссылались все они на Андерсона. Я не помню, но Хиггс ссылался еще конкретно. Так сказать, этот пример у Андерсона была не электрическая батарея, но такая физика твердого тела. А у меня вот есть электрический предел, когда фотон, у Хиггса была именно такая электродинамика, у него была у один модель. И вот он писал, что хотя фотон у меня набрал массу, но, так сказать, в симметрии у меня есть явная симметрия. И еще он написал, что еще у него, он вводил скалярное поле такое вот, так сказать, тут электроны это делают. То есть тут никакого базона Хиггса нет, на самом деле, у Шиггера. А у него был явно скалярное поле комплексное у Хиггса, и там оставалось, не знаю, физическое состояние с массой, которая не вычислялась. Это и есть как раз физический базон. Это я вот, может, в сторону ушел. А, что такое прием? Что? Вот это прием, да? Вот это прием, да? Сейчас. Хорошо, больше не очень интересно. Вот еще раз, пенсионный оператор, помните, да? Пенсионный оператор дается вот такую форму. Я для краткости вот так ее обозначу. То есть фактически пенсионный оператор без вот этого уже остается, без размера. Вот, значит, ну вот это, так сказать, его асимптотики, и тогда можно попробовать взять вот такую интерполирующую словку, простую. Видно, что она превращается в точную, когда темного больше, я не знаю, когда темного меньше. Ну, а на самом деле можно даже посмотреть, это совсем простое численное упражнение, что она при всех положительных t, одной ряда бесконечности, ее точность с теми локализмами не хуже десяти процентов. Поэтому, если мы с ней возьмем интеграл, то мы будем иметь формулу потенциально-директ, которая тоже будет иметь хорошую... Ну, подставляем вот это карто-градное коротокопорожение, и теперь уже интеграл, он сел, и вот ответ лезет, а вот он написал. Значит, потенциал, как он зависит от сета, потенциал. Совсем такая, ну, школьная практически, даже не институтская школьная. Ну, просто поправка, вот. Значит, если у нас регионы тяжелые, если m много больше g, то тогда это все маленькие члены, наверное, много больше g, и у нас имеется региональный весный потенциал, минус 2 g, раз это. Ну, вы знаете все, что, кулон в одномерии вот такой линейный потенциал. Вот. Но гораздо интереснее, все в области попадают, как g надо поделить на mpz, но гораздо интереснее случаи, когда m немного меньше g, когда лезетрон становится очень левым. Вот тогда тут имеется две области потенциала, если на маленьких расстояниях z много меньше единицы на g, алгоритм g на m, а мы считаем g на m большой достаточно алгоритм, у нас вот такое кулоновское экранирование, как раз вот то, что я говорил про Швингера, что фотон выбрал массу, но так как у нас масса не ноль, конечная масса, то у нас есть область z, много больше единицы на g, алгоритм g на m, тогда там имеется кулоновский потенциал, минус 2 g на z, помните он был, да? Но он экранирован, вот экранировка, это тогда приближ на g квадрат. m много меньше g, то есть такое, он экранирован, он экранирован. Ну вот тут написано, у меня про модель Швингера, что если я помню, то потом получает массу, и это первая перепровочная теория с массивным вековым эквазоном, и вот сейчас мы знаем эти теории, этот эквазон массивный, и вот в x есть x. Ну хорошо. Ну вот теперь два рисунка, я покажу дальше, они для g 0,5, а m 0,1. То есть g много больше, как раз больше. Рисунки вот такие, это потенциал, в зависимости от сет. И вот вы видите, что зеленый обозначен без rat-поправок, а rat-поправка вот как идет с учетом rat-поправки. То есть у нас есть кусок юггавский, и дальше опять линейный потенциал, но у него так он лучше, экранированный линейный потенциал. А тут написано разница, значит, если мы численно просто проинтегрировали источник формулы, и вот это антитические формулы. Разница, относительная величина разницы не больше, как просто. То есть точность антитических формул очень хорошая. Все, приходим в четырехмере. Значит, мне нужно найти потенциал точного заряда, и мне нужен полизационный оператор в сильном внешнем магнитном поле. И это была тоже задача была быть решена в свое время, достаточно давно, но чуть-чуть я вам ее все-таки опишу, как она может быть решена. Значит, надо написать электронный пропагатор в сильном внешнем магнитном поле. Это, кстати, тоже, кстати сказать, пропагатор нашел тоже швингер, еще в 50-е годы, первые, и пропагатор там пишется как такой элемент, как он интеграл параметры. То есть антитические формулы не выписывается. Но тем не менее, вот так дальше почитайте, написано, что неизвестно решение уравнения Дерака в однородном постоянном обновлении внешнем поле. Это вы можете найти, какие-то пересетки, которые в данном открытом, вы видите, что там решена задача. Она практически как швинг, как право решения решается. Уравнение Дерака решено. Если мы знаем уровни энергии, волновые функции знаем и уровни энергии, тогда можно писать скитеральное представление для электронной функции Грина. И знаменатель содержит как всегда энергии. К квадрат минус Н квадрат минус 2 НЕВ. И вот если В много больше, чем М квадрат, выделить на Е, то есть много больше швингеровского, она с таких поляринных интересовала, тогда знаменатели очень большие. И в сумме по уровням можно оставить только нижний уровень Ландау, когда М равно 0. Вот когда М равно 0, то знаменатель маленький, нет этого большого члена. И тогда по всей функции Грина доминирует именно нижний уровень Ландау. Значит, дальше можно писать маловую функцию в координатном пространстве, можно писать в индусном пространстве, в калибровке, когда А есть Б на А, это произведение, и потом подставить вот эту электронную функцию Грина в позиционной операции. Получить вот такое выражение. Значит, это от поперечных инкурсов, простите, от поперечных инкурсов, а вот это прогоненные инкурсы. То есть вы видите, что задача факторизовалась. У нас отдельно есть экспоненциальное поведение по поперечным инкурсам, потому что это именно из-за того, что зажата в поперечном управлении полновая функция. А в проноидном направлении у нас есть свободное движение. Вот. Задача перезублится. Но в миру и ню, если вы в этой формуле имеете значение 0 и 3. Вот. А дальше из-за того, что стоит вот ЕВ внизу, то тут тоже удобно вот подставить ЕВ, и мы видим, что полюционная операция будет степенным образом разворачиваться в фахминном поле. Вот это очень важно. Такого, так сказать, до сих пор не было. Миногритмическая зависимость от поля, где он много такого увеличивает, когда правил очень сильный, появляется степенная зависимость от поля. Вот. Ну и вот получается такая форма институционного оператора. это значит ЕВ, вот эта зипенная зависимость. А это конституционный оператор в двумя пространствах времени, с которыми мы только что имели дело. Когда мы ПН, ну ПН, ПН, помните, как раз у нас потом и есть. Ну и дальше вы можете найти, взявши интеграл, вы можете найти просителя в этом выгружном пространстве написано. Вот это стандартное поведение, просто рост заряда, но зарядное поведение еще заряда растет, когда падает наши альфина, отлепил, логарифм, она никогда большая не бывает, а вот тут прямо степень. Вот это член большая, поэтому мне вот это не должно интересно. Вот. Ну и дальше берем певерные образования и получаем вот эту формулу. Вот эту формулу я уже не показывал. Десятых годов. То есть, как будто бы тоже десятых годов показывали. Вот это все-таки получил двадцать минут еще. Полчаса уже? А? Двадцать минут. Да, нет. Уже полчаса я потратил, и вышел наконец-то снова в интернете, чтобы как-то повторить. Вот. Тогда можно этот интервал взять аналитический, и вы получите вот такую вот формулу. Вот она написана. Значит, есть магнитные поля многих. Вот тут стоит eqb плюс 6 квадратных модуль z, такой лукавский член. И тут стоят тоже экспоненты минус z. А вот это вот обычный Кулоновский потенциал, единица на z. Ну, четырехмерий, конечно, не из двухмерий, то же значит, на самом деле, конечно, поэтому e на z. Значит, есть магнитные поля много меньше, чем m квадрат поделить на eq. Мы тогда это просто выкидываем, но эти экспоненты сокращают друг друга, и мы имеем обычную кулоновскую задачу. Но! вот что тут написано? Если макитные поля маленькие, то кулон плюс вот такая степенная поправка маленькая. И это очень похоже на двумерия, когда я видел, что если заряд меньше массы, то у меня интересный случай. Но гораздо интереснее, конечно, случаи, когда b много больше экспонентов на eq, так как эти экспоненты работают. Вот если b много больше, 3хи, то мы получаем вот такую вот формулу. Точнее, есть три расстояния. Если z много больше, это есть единица на e, то это есть единица на e, магнитную длину. есть единица на e, магнитных длины. Довести на самом деле линейный. Если разложить этот экспонент, то второй линейный 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 поведение. И, наконец, дальше, когда расстояние от вести до радиосилантал, то такое как будто у фотона масса. Если у частицы массы выясняют на большие расстояния. Конечно, у фотона масса масса. И вот она нарисована. Инициальная энергия как на m e, в зависимости от z, тренировка пропадает. Тут есть кусочек линейный, и дальше идет все по югами. А это асинтотики на малом расстоянии. дальше можно почитать численно все это и мы видим, относительная ошибка эта антилистическая формула не больше 2%. А она еще знак переменная к нам может смотреть энергию, так как отклонение знака переменная энергии будет еще учитывать асинтотики асинтотики учитывают асинтотики асинтотики на больших и маленьких импульсах и на больших и маленьких асинтотики посередине имеется некоторая разница. Сейчас я рассказал, как устроен потенциал с учетом больших магнитных полей. Теперь электрон магнитных поля если б то может быть решение уравнения шеленингера или уравнения теракт все это решено и увидеть что если магнитное поле больше швеймеровского то электрон становится великим только с одним исключением электроны на нижнем уровне ландал не великим но они нас интересуют нас интересует основное состояние еще с ним будет нас интересует при осознании нижней энергии и вот дальше мы будем изучать спектр электронов нижнего уровня ландал улоновском поле протона модифицирован с учетом оперативного ра значит раньше все-таки уберем протон и найдем спектр уравнения шеленингеров цилиндрических координат про з в перебровке где она вот это тоже эти формулы тоже есть в учебнике энергия х равна энергия значит значит есть пантовые числа ПЗ частица свободно движется до магнитного поля процента на 2 энергии а дальше есть пантовое число это число радиальное перпендикулярном направлении и проекция магнитного магнита проекция арбитального магнита на поле с модуль м плюс м плюс 1 плюс сигма з это проекция спина нижний уровень ландау чему это отличает самая низшая энергия это 0 1 2 3 и наконец м равно 0 минус 2 если отрицательное то 0 и у нас с вот этот кусочек если было бы больше массы ситуация хотя очень сильно сжата волновая функция не свободен и меньше чем поп на воды и когда он поврится неопределенности у него энергия норм норм однако нет есть волевая вода энергия у него энергия норм масса м а м 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 Вот, под уровней дирак тоже сейчас двигается чуть-чуть не открывается. Но это, знаешь, что, головая функция, как она зависит от ρ в перпендикулярной плотности, а по z — это просто свободное движение. Вот, ну тут экспоненциальная падает, надо, по ρ в пароль с расстоянием вот этого москутного как раз радиуса блантала. Теперь, значит, надо нужно учесть, что электрический потенциал аддного ядра, который находится в точке ρ в z равно 0. Если вот когда поле сильное, то есть когда уровень вот этого расстояния радиуса блантала много меньше радиуса бора, так эта задача применила адиологическое приближение. Потому что электрон, он быстро колеблется в перпендикулярном управлении и долго входит в бассейн. И вот это Schiff и Snyder догадались до этого еще в 1939 году, что вот такой задачей, когда такое поле надо использовать адиологическое приближение. То есть усреднять по-быстрому движение в перпендикулярной области и смотреть эффективное движение, медленное движение по оси z. Н это у меня квантовое число движения по оси z. Хиатер, будем искать такую волновую функцию. А в перпендикулярной области у меня квантовые числа какие? М, я уже сказал, какие у меня M будут, проекция пробитального монета, и проекция z минус один. Вот если я хочу смотреть нижнюю рулю мантау, то нужно вот так это сделать и выберем соответствующее. Взять. Это, то есть, самое номерное уравнение шмейнгберра. Свободные электроны, не свободная, но кинетическая энергия а это вот эффективная энергия, которая имеет вот такую вот кинетику. Я уже писал такое, вы помните, что там надо проинфицировать по фридикулярному противопрогой на эту цепь квадратную. Мы видим, что если z много больше а-h, а а-h проекция в итоге. После а-h удавшая функция z мг. убывает, поэтому рост является порядка аж или меньше. Если z много больше, мы тогда выносим z сюда, и эта волновая функция просто нормирована, поэтому получаем минус e квадрат на z. Значит, еще раз, если z много больше ρ, ρ украсываем, z выносим сюда, а этот нормированная волновая функция, или интервал равный единиц. Значит, просто он имеет состояние кулон. Но что происходит, если z много меньше, чем h, тогда z надо выкинуть. И тут стоит, главное, 2 ρ поделить на ρ, а он сходится. Поэтому в нуле никакой особенности нет. В нуле подведение как-либо ρ, то есть вот такой потенциал, я картинку не рисовал, ну, понимаете, да, что, так сказать, ну, как как-то он идет, как кулон, а потом сюда. Вот потенциал, вот прям нанесал. Вот такой потенциал получается. Тут он как кулон себе идет, а ну, раз, такая шляпка. И он сидит лично, вот такой потенциал получается. Вот, и поэтому никакого падения на цены, энергии не прапливается. Вот. Значит, вот. Значит, тут сказано, вот, значит, тут сказано, что потенциал эффективный, он четный, и поэтому волновые функции бывают четными и нечетными. Основное состояние, Граунд стоит, основное состояние, это у него четная волновая функция, но она различна для различных m. То есть вот уровень лотал расщепляется, потому что потенциал разный. Волновая функция – это r, 0m, она зависит от m. Поэтому основное состояние для разных m различное. Ну, самое глухое, m равно 0, а остальные – папочка. И они описаны четными волновыми функциями. Значит, вот теперь, так сказать, откажу все-таки энергию найти, да? Ну, вот давайте, вот эти вот формулы из вот этих вот задач. Давайте посмотрим, как она выводится. Ну, на самом деле, это просто, так сказать, стандартный вывод, это просто, так сказать, энергия в мелкой яме. У лоталливческих есть специальный параметр, там, в 45-49-м. Но я кривину этот вывод, потому что, во-первых, потому что я его замынул, во-вторых, потому что вот это уравнение Корнакова-Попова, оно тоже будет… Детали этого логивода, некоторые детали будут использованы. Значит, как выводится? Значит, прежде чем мы пренебрегаем энергию основного состояния, по сравнению с потенциалом. Поэтому вот эта вот мелкая яма – это неудачный термин. На самом деле, это не мелкая яма, это как раз глубокая яма, в которой основное состояние мелкое, около нуля болтается. Ну, как вы учили по этой механике, то для вас это все. Нереально, так я все не забыл, но это очень важный факт, что болтается, основное состояние болтается у нуля. Яма не мелкая, яма как раз глубокая. И вот с этим будет, естественно, именно связана плохая точность этой формулы. Значит, дальше. Пренебрегаем E0, и интегрируем, дальше интегрируем это уравнение, уравнение 0, E0 не зависит. Проинтегрируем, получим, что производная на краю яма дается вот таким вот интегралом. Значит, предположено, что луновая функция, что потенциал чёрный, и поэтому луновая функция будет на основном состоянии чёрная. И дальше, значит, предположено, что у потенциала есть конечный радиус действия A, то есть X меняется от A на минус A, и что луновая функция очень мало, если уровень мелкий, то луновая функция очень мало меняется внутри ямы, и поэтому можно просто её вынести отсюда и проинтегрировать. А с другой стороны, значит, мы знаем, что вне ямы луновая функция даётся вот такую вот формулу. И вот тут E0, вне ямы у нас свободное движение, поэтому такая экспонентная бывает в моей функции, и вот получаем для энергии вот такую вот формулу. То есть если у нас яма мелкая, то энергия в основном состоянии отдаётся этой формулы. Но вот это вот условие мелкой ямы, это значит требуется, чтобы масса частиц, но потенциал, размер ямы в программе была много меньше единицы. Именно тогда E0 будет много меньше U, но такая функция будет слабо меняться. Теперь давайте вот мы решаем одномерную кулоновскую задачу. Значит, у нас U равнялось E в квадрат поделить на A. E0 поделить на A. То есть только если A, размер, много меньше единицы на mE в квадрате, то есть сборовский радиус, его можно считать мелким. То есть кулоновский потенциал можно считать мелким только на маленькой составе. Ну это, опять-таки, вот это вот как бы неудачное название. Он на маленьком состоянии не мелкий, он там бесконечность проваливается, но уровень будет как раз о нуля болтаться. Вот. Если бы только такой потенциал. А у нас, на самом деле, продолжить до абора находить. И когда тот интеграл тянется до абора, до боровского размера, тогда еще и приближение мелкой ямы не работает, и поэтому формула имеет очень плохую точность. Вот написано, почему вот эта точность погодит от формулы очень плохая. А как получить аналитическую формулу хорошую? Вот это сделали Карнаков и Попов в 2003 году. Значит, они сделали следующим образом. Они получили формулу, которая имеет точность на уровне нескольких процентов для энергии четных состояний. Если отношение магнитного поля К, там, ну, вот это А, Ш, Б, поделить на аномное поле, больше тысячи. Больше тысяча. То есть еще меньше Швингерского поля. Значит, как они это сделали? Берем уравнение Швингера, как я там взял, и будем его интегрировать с эффективным потенциалом от нуля до Z. Но Z мы сделаем такое, чтобы оно было много меньше Боровского радиуса Бора. Поглядь – это приближение хорошее. Выкинутие ноль. Все это работает. Вот. Но заодно мы возьмем Z немного больше радиуса Ландау. Потому что вне радиуса Ландау у меня задача Кулонская. А решение Кулонской задачи известно. Оно дается функциями Уитекера. Ну, есть точное решение Кулонской задачи. Вы можете в одной очереди найти. И это уровень уру функций Уитекера, которые потенциально не убывают, и Z много больше авторы. И поэтому мы, так сказать, сошьем, после этого мы сошьем вот то решение, которое я имел при яме, с производными уру функций Уитекера, что тут и написано. Значит, получается вот такое вот уравнение. Значит, оно зависит от Z. То есть в точке с чистки. Но мы увидим, что Z сокращается. Z нам нужно быть много больше H, много меньше AB. Тогда зависимость от точки с чистки сокращается. Ну, как и должно быть, если мы? Хорошо все сделали. А от точки с чистки, это не должно зависеть, правда ли? Значит, тут, так сказать, это вот псих, это алгоритмическая производная гамма-функция, она от M зависит, значит, от 1 0, это просто число. И тут поправка порядка H поделит на Z. То есть Z много больше H надо взять. И это мы можем взять. А вот тут это вот производная как раз от функций у интейкера. И тут входит, ну, это гамма, это специальная элера. А вот Пси, это, значит, производная гамма-функция, Пси-функция. Вот. Ну, дальше я немножко про это уравнение. Дальше оно еще появится, я про него расскажу. то он будет вот такой вот гамма-функция. И энергия состояния, это уравнение на лямбре. На 1-те лямбре. Энергия состояния будет на 4-й баллах. То есть, видите, только на лямбре побрать. Ну, пляжный должен отсюда выходить. Вот, давай, чуть-чуть это отложим, и найдем. Давай-ка еще, энергию было на четных уровнях, не на четных уровнях, мы имеем просто баннерскую серию. У меня уже люди, сигналы не равны, поэтому уравнение у нас фактически, тоже, чтобы их решали в Куломске задачи. Поправка порядка, мне в квадрате ЕКУ поделить на Б, и так как от Б, у меня порядка МЕ в квадрате, поделить на ЕКУ, наоборот, то тут поправка порядка Е в шестой, она меня не интересует, даже маленькая поправка. То есть, просто вот, клик баннерской серии и все. Замечательно. Короче, я все успею рассказать. Можно слишком быстро. Да. Давай останавливайтесь. Теперь все-таки, четное состояние. И еще с учетом экренировки. До сих пор у меня не было экренировки. Если я хочу учесть экренировку, тогда я должен взять в уравнение для эффективного потенциала. У меня было вот такое, помните? А теперь я должен его уделить, потому что у меня еще эффективно потенциалация зависит. Ну, с экспонентом. Ну, можно для простоты вынести это, вообще говоря, на знак интегрирования, да? По-другому можно вынести. И это вот примерно вот так опоксимировать. То есть, это вот примерно вот так выглядит упрощенный потенциал. С учетом экренировки. Эти отношения дают экренировку. Вот тут рисунок есть. Значит, это зависимость эрективного потенциала от Z. Вдоль Z. Вдоль Z опять-таки единицы, единицы на N. Значит, N – 10,17. Вот опять взял. Вот смотрите. Да. Эффективный потенциал единицы, Камьена и РФ. Ну, какие-то единицы, какие-то такие. Значит, зеленая – это опять полу. Теперь, эффективный потенциал зависит от M. Значит, если M равно 0, это нижний уровень квадрата, тогда эффективный потенциал, вот он нарисован вот этой вот синей штучкой, синей линии. А вот это вот, это приближенный потенциал, который получается, если, как я уже говорил, просто вынести вот такой вот потенциал. Ну, видно, что его отличия от точного потенциала не больше, чем, ну, значительно меньше, скажем так, чем потенциал на M равного минус 1. Вот это M равно 0, M равно минус 1. Когда вы не писаете, так сказать, энергии, вы увидите еще энергия вот этого. И вот этого не сильно различается. Поэтому, так сказать, здесь так это делать, или так это делать, точно будет очень хороший. Вот. Ну, вот, значит, еще раз, эффективный потенциал подписан для различных M равно 0 и M равно минус 1. Для M равно 0, есть тут сингулярность, даже, впрочем, есть так, как КСП, КСП потенциала 1. Вот. Теперь, значит, мы расскажем про модифицированные уравнения Харнакова-Бакова, но для этого, давайте вернемся к оригинальному уравнению. Я был там написаны две строчки, помните, с логарифмом z. Вы хотите взять к оригинальному уравнению, получается вот такой вот важный. Ну что? Ну, как такого удобного? Давайте здесь сделаем перерыв, потому что это концепция. Сколько? Важный момент. Вот это физическое поле, когда она едет, электрическое, магнитное. Магнитное просто, его магнитное может быть так, ну тоже бывает критическим, значит, потому что оно равно электрическому. А в электрическом поле, когда она едет, это просто физический эффект. Знаешь, у вас на виртуальной электронной длине волны, правой комплексной длине, он набирает энергию равной массе при таком поле. Поэтому начинается прямо, если поле будет такое, то прямо рассыпается все это поле на паре, плюс и минус. И первое, действительно, вот так сказать, это, я не знаю, это заудор, первое это отметить, что, ну что есть такое значение поле на е, что при поле на е, в конфликте что-то происходит. Вот. И потом, было адрес, который, конечно же, вы знаете, это, Эйлера Гайцинга, тоже 1936 год, и там просто, мимая часть, это, значит, как раз развал, и вот там попросились параметры на е, поделить на квадратное. То есть, когда поле почки, он когда стоит. Потому что, эта формула Завтра, кстати, я тоже думаю, что по этой динамике, между прочим, в четвертом томе решается прям по козеклассике. По-моему, там написано фамилия Завтра прямо. Ну, наверняка. Опять его первым не рассылается. Да, нет, там просто задача есть, вот найти десятку козеклассе, просто найти по козеклассе, а ты, так сказать, вероятность, что она экспоненциально подавлена, именно е, поделить на квадратное, и правильно там на Завтра ссылаются, по-моему. Дальше он говорит, что им вернёт, много замечательных результатов, говорят, что-то был гипер. Вот, да, такое историческое и замечательное, по физике всё, вроде не обманывает вас. Значит, давайте вернёмся опять к уравнению Ренопова-Попова. То есть, как она выглядит? В левой части оставляем магнитное поле в единицах атома. То есть, H это это B, поделить на N квадрат Еу. Значит, пусть магнитное поле вновь больше атома, да, стоит большое число. Правильно, эритмическое только большое, а магнитное поле вновь больше атома, 10 девятых гауссов. Что состоит с правой стороны? С правой стороны состоит лямбль, которую мне нужно узнать, потому что энергия, вот тут ещё раз написано, что энергия есть минус ритминг на лямбль в квадрате. Вот лямбль, и вот это вот такая формула, и вот тут ещё состоит эритмическое производное, это гамма-функция, как я сказал, пси-функция. Значит, пси-функция звучит тем, что у неё есть простые полюса при пси равном нулю, когда аргумент пси-аргумент 0, минус 1, даже как и гамма-функция, она имеет там простые полюса. Эритмическая производная должна полюса иметь. Поэтому а мне нужно получить большое число. Как получить большое число? Ну, либо лярно взять большие. Если лярно возьмем большую, то как раз есть нижний уровень, самая большая, ну, или самая маленькая, самая нижняя состоятельная. Либо другой способ. Если лярно будет приближать к единице, к одной второй, к одной третьей, потому что тогда это тоже полюса не будет ходить. И это как раз бандерская серия. То есть, когда я ей говорю, что если магнитное полюс стремится в бесконечность, то у меня восстанавливается по четным уровням тоже бандерская серия, и по четным уровням вы нечетным уровнем вырождены. Плюс имеется еще вот этот уровень, который находится в бесконечном шумах. Вот этот вот спектр. Он в этом уровне не сидит, но со всеми этими членами. Тут, так сказать, алгоритм в парад b это, получается, если мы просто лямбой оставим. Вы видите, что тут есть еще большой член, два алгоритма лямб, например. Он большой. Ну и тут некоторые константы. Поэтому C со всеми этими членами эта формула очень хорошая. Ну, как сказать, хорошая она плохая эксперимент. То есть, в таких полях не так просто сделано. С численными расчетами все справляется. С численными расчетами уже доведены до многих значящих цифр. Хочу врать, сколько значений. В общем, много значений. Решают, например, нервные уравнения, а нервные уравнения вообще. И, так сказать, эта форма хорошо будет проявляться. Причем не только основное состояние, а вот видите, M еще есть. И можно написать, как N-Row честь. То есть можно все в уровне найти. И N-Row честь, и N. нервные уравнения. У меня нет нижнего нервного здоровья. Какая эта форма была написана. Вот. Теперь дальше. Ну, вот спектр тут и нарисован. Какой получается? Ой, простите, а я хренировку забыл. Да, самое главное. Наш план. Хренировка. Значит, если мы возьмем потенциал с этими экспонентами, тогда правая часть остается без изменения. Это производная функция у интегра. А в первой части он возникнет h поделительной единицей, то есть f6 на 3πh. то есть о 10 магнитное поле много меньше, чем Er поделительной еq, много больше, чем когда помнешет на еq, много меньше, чем когда поделительная еq, сверхсильное поле. Вот тогда все равно можно пренебречь и воспроизводится плетущего слова. Но, если H становится много больше, чем угр Swan1 поделительной еq уже, тогда она может принести в виду одеж। единичкой, h сократится и тут будет число, трепид для up6. Это большое число, но какое есть, такое и есть. И уровни замерзнут. При дальнейшем росте поля, когда H становится много больше, магнитное поле много больше, чем M, когда надо поделить на E, и поможешь, правда, к сожалению, еще на 3P, тогда у нас все эти лянды выходят на свои значения. Ни в какую бесконечность лянды не уходят. Ну и вот это спектр, на котором рассчитывается нижний уровень Ландау. Монеты, поля, при большей бесконечности. Значит, тут энергия в Витбергах. Вот это один Витберг, там 9, 0,8, а вот это минус, ну тут такой разрез, минус 88 Витбергах, минус 102, 108, минус 126. Вот основной уровень, CM равная 0, хотя тут число, точка, это нижняя, это нечетные уровни, и они идут просто по балеринской серии. Вот минус 1,3, ну и дальше минус 1,4, минус 1,9, это вот нечетный уровень. Диайм равной 0, вот тут нарисованы, диайм равной минус 1, вот тут нарисованы, ну и так далее, минус 5, вот тут нарисованы. Значит, давайте посмотрим самый нижний уровень, где он находится. Диайм равной 0. Его энергия минус 1,7 кВт. То есть если энергия Витберг 13 кВт, то тут он становится в 100 раз глубже, в 150 раз глубже. За счет магнитного поля уровень уходит вниз в 150 раз, в 150 раз. Ну, вот тут у него нерелативистский, минус 1,7 кВт. То есть энергия минус 1,7 кВт. То есть энергия минус 1,7 кВт. То есть энергия минус 1,7 кВт не остановится. Это значит нижний уровень дальше будет и РВ спущен, и второй уровень, черный. И вот видите тоже, так сказать, без учетной тренировки, вот этот уровень пришел бы сюда. В рождении, про которое я говорил. А так он застревает. Следующий убежденный уровень, ну и так далее. Это одна башня. Следующая башня, отличающая М минус 1. Вот этот уровень, помните, я нарисовал два эффективных потенциала. Я равно 0, я равно минус 1. И вот это вот, тут 126, тут 108. Ну, несколько побольше. Ну, вот опять тут же находится, ни черный уровень, вот следующий тут. Это вот следующая башня, да? Ну и так далее. Вот тут нарисованы все уровни, которые, те уровни, которые, знаете, осуществляются в очень сильном магнитном поле, но в пределе бесконечности, нижнем уже энергородном поле. Ну, то есть это такая задача как бы. Математическая, но задача. Решение. Так, ну это спектр, вот это значит, все верующие. Это собственно я сейчас начну рассказывать то, что я собирался рассказывать. Ну ладно, я не говорю, что в праздник действительно следующая праздничка. Вот, значит, я хотел рассказать о физический заряд с гидрацией. Причем не помещен в поле с учетом вот этой гидрацией. О чем идет речь? Это я уже говорил в начале первой лекции. Значит, берем ион, который довольно подобный ион. То есть у нас Z большое, и плантливной оболочки нет на него. Электронов нет. Просто ядрон больше не Z. Тогда ищем энергию основных электронов. Электроны на нижнем уровне, да? Чтобы не было других электронов, чтобы они, так сказать, не меняли энергию. По-другому не он обсуждается. Значит, тогда при Z порядка 170, а точнее при Z равно 170. Изучаем энергию нижнего состояния как функцию Z, и заряд электрического заряда гидра. При Z равно 172 происходит следующее. Основное состояние электрона, нижнее состояние, проходит в нижний континуум. То есть энергия становится меньше, чем в минус МЕ. Ну, конечно, при этом надо решать уже не уравнение Шриддингера, а уравнение Тиран. И при этом вакуум становится нестабильным относительно спонтанного рождения Е-минус-пар. Даже как в сильном, просто, однородном электричном поле у вас начинает раздаться пар, когда оно большое. Это вот аналогичное явление, но уже в открытом поле. Но этим люди много занимались. Первая работа, видимо, по Горанчурсу Мурайдинску, это 44-й год, когда они сказали, что надо раздавать не точечное видео, а с конечным радиусом, и тогда сингулярность уровня, которая есть, точечная игра пропадет. Но у них физической картины все-таки не было, что там происходит. А у них физическая картина была в более поздних работах. Вот там Попова и Зиньдовича, в УФЕ есть обзор в 73-м году, это можно посмотреть. Ну и вот это еще как раз Владимир Владимирович Попов и Зиньдович, и занимались, и Грайнер занимался, Германия тоже занимался. При этом они рассматривают уравнение Тирака для электрона во внешнем электричественном поле. Вот это такой классический кусок электродинамики. Ну, кстати, это уже есть, если, так сказать, и у человека показать динамику, это тоже уже здесь. Значит, теперь что произойдет, если вот на эту задачу наложить внешний, на этот, на литро, такой в предпочитании З, наложить внешнее магнитное поле? Внешнее магнитное поле будет уменьшать этот З критический. Почему? Потому что во внешнепагнитном поле Кулоновская задача становится одномерной. Это я уже говорил вам, да? И тогда, да, она становится одномерной, если магнитное поле больше, то радиус Ландау меньше, чем в Боровской радиусе, которое я для произвольного Z тут написал. Но Z на квадрат, если у нас Z большие, ну пусть не стучайте, пусть 90, там, 50 Z на квадрат порядка единицы. Поэтому, на самом деле, вот это вот происходит при Б больше, чем вот это вот самое заутровское речи, Нигровское поле. За те, когда нужно выделить, вот это получится, а за те, когда надо поделить на Ю. То есть вот эти вот эффекты, то, что критический заряд уменьшится, он происходит при полях больше, ну вот Б, критический. Нигровское речи, не распределение, как называется, а вот это роскошено, не путится. При полях Б больше, чем критическая поля, Б больше. То есть это поля, все-таки очень большое, к сожалению. Ну, тогда немножко все-таки тут позиции нацелять. Это, конечно, очень красивое явление, чтобы позитроны рождались, правильно? Но как его сделать? Ягод таких нету. Значит, дальше надо, например, сталкивать два ура даже. То есть вы сталкиваете даже два ура даже, а вот, там же есть обычный механизм рождения, правильно? То есть и минус пара может родиться просто как, ну, вот Ландау личится еще формула, да? Просто два и раз сталкиваются, и у вас просто есть внешнее поле, и разница ее плюси минус пара. Не эффект. Вовсе не эффект вот таких вот сильных полей. Надо их сталкивать с бесконечной малой скоростью, чтобы они медленно только ходили, чтобы рождение не было. Ну, в общем-то, вещь непростая, и до сих пор, насколько я знаю, на эксперименте этого не было. Пар таких не видели на эксперименте. Хотя они отличные, никто в этом не сомневается. Поэтому, знаешь, была какая-то, так сказать, у людей, которые накладывали это магнитное поле, это первые сделали Араевский, Реса, Семикот с 77-го года, работа, вообще очень хорошая работа. И у них идея была какая-то. И взять какое-то поле, которое... То есть получить этот эффект рождения пара, но в каком-то, так сказать... Потому что мы можем экспериментально посмотреть. Но, к сожалению, опять-таки, поля оказались большими. Потому что поле больше швиткеровское. Это то, что в лаборатории вы такое поле не сделаете. Я потом там прочистил концепт, поговорю. Но тоже для лаборатора дальше. Но тем не менее, вот уран, скажем, у него Z-90, он становится критическим при существующих поле. Он становится... существующие эти два. Он становится критическим при Bb0-120. То есть 100 вот этих критических полей. Ну и на самом деле в астрофизике это уже вполне можно рассматривать. Потому что в астрофизике есть, скажем, такие звезды называются магнитары, я немножко вперёд забегаю. Там поля поля типа 10-15 гаусса. А есть нейтронные звёзды, кульсары. Там поля типа 10-13 гаусса. Ну и у магнитара просто вот такие вот уже поля. И там, ну и там, так сказать, когда звезда превращается в... Вот этот самый магнитар, магнитар это просто нейтронная звезда с очень высоким магнитным полом. Вот, тогда там есть всякие тоже, там у неё всякие, федиатры есть у неё. И в принципе может это быть источник позитронов. Вот будет рассказывать Кальп, я думаю, вам завтра, про то, как позитроны летят от сверхновой. Вот, пожалуйста, я не знаю, какой механизм даётся, большой, большой, маленький. Вот, в принципе, тоже он будет говорить о его фоном, потому что он наблюдает, может, будет, будет, могут произотереть позитроны от сверхновой. Вот это вот некий механизм раздения позитронов вставки. Ну и дальше, если возьмёте вот эту формулу, полученный агрессор, агрессор, влезовательный код, я вот сейчас только эти формулы показываю. Вот и вы увидите, что если в поле 10-7-й, швентерских, критических полей, то уже даже гидроз зарядом 25, совсем не тяжёлый, это тоже становится критическим. Уровень протяг проваливается выше. Но тут неучтенная корнировка. Я вам уже говорил, помните, что у меня уровень застывал, агрессор вообще не уходил. То есть надо на эту задачу чистить тренировку. Ну, тут написано, что вот эти без тренировки конечно результаты были получены агрессор, рядом с 7-й годом, с 7-й годом. Они аналитически нашли решение уравнения Дирака, потом эти результаты численно были воспроизведены через 8-й вес Грайнера. Значит, давайте... Значит, надо решать уравнение Дирака, не уравнение Чредингера. Ну, действуя так же более-менее, как с сравнением Чредингера, можно перейти к намерной задачи. И для уравнения Дирака на нижнем уровне Ландау можно свести, вернее, агрессор Грайнера с 7-й годом, в виде уравнения Дирака к двум уравнениям первого порядка на функции G и F. А еще такой функции G и F. Вот у вас здесь спинор Дирака, он зависит от двух спинор, F и H, как вы знаете. Спин. Мы берем этот род, у него спин ориентирован против поля. Потому что у нас интересует, опять-таки, нижний уровень Ландау. Именно он будет проваливаться вниз с самого первого насчет рождения патитрона. Значит, раз спина ориентирована так, то верхние компоненты у F и H и 0. И дальше у них есть нижние компоненты G от Z и F от Z. А в зависимости от рода, так как у нас аксиальная симметрия есть в задаче, она находится на нижнем уровне Ландау, на нижний уровень Ландау. Вот. А на G от Z и F от Z были получены вот такие вот два уравнения первого порядка. В это эффективный потенциал, ну, F будет энергия, естественно, масса. F будет, так сказать, полная энергия, да? С учетом массы совсем. Вегативистая такая энергия. Тогда, значит, эти уравнения описывают электрон, который движется вот к следующему эффективному потенциализму. Формула нам уже знакома. Здесь потенциал, вот если, так сказать, без всякой тренировки, то потенциал вот такой. Затем в квадрате поделить на R, где R квадрат есть около Z квадрата. Без тренировки. А с тренировкой надо заменить его на этот эффективный потенциал A. Ну, дальше, я уже сказал, что они свою задачу без тренировки смогли сделать аналитические. Мы аналитические задачи не смогли сделать. Но там есть некоторые условия, как можно выкинуть V. Это напоминает то, что делали... Вот опять смело... Это напоминает то, что делали... Не V, хорошо. Надо, чтобы правильно интегрировать эти уравнения, нам Epsilon надо выкинуть. Помните, как будут мелкие ямы. И вот мы, так сказать, из-за того, что у нас идет и тренировка начинает единиться на меньших расстояниях, мы Epsilon по сравнению всего выкинуть не смогли. Поэтому аналитически мы в форме не смогли получиться. Зато мы решали все это задачу. Числик, числик, решались. Есть кто-то, и мы, я в конце это покажу. И, значит, так сказать... Потому что я, конечно, это уравнение числик не способен решить. Потому что уравнение Dirac'а можно свести к уравнению Шридников. Вот эти два уравнения. Первый проект сводится к уравнению второго проекта. Математические это и реалии. Тем не менее, тут большая, большая физический смысл есть. И вот эти, в частности, для задачи без магнитного поля мы это не сделаем. Попков все время ведется, он обсуждал, так как у нас есть интуиция относительно Шридниковского уравнения, то вот эту вот задачу спарив с физическим зарядом очень хорошо обсуждать вот так вот. Но он обсуждал качественно, а мы взяли ее решение и ее не качественно отчислили, отчислили. Потому что потенциал, в котором болтается электрон, он складывается... Ну, вот тут E. Вот это уравнение Шридникова, E. Вот так связано с Эпсием. На литийском пределе это просто энергия. А это, на самом деле, релитивистское уравнение. Понимаете? На самом деле, релитивистское уравнение Диракова написано в форме Шридникова. Вот. А потенциал этот, ну, вот есть обычный член потенциалов, а есть вот такие вот члены. V квадрат, V, вторая производная, и V первая производная в квадрате. И вот эти вот члены легко сообразить, что если расстояние много, если будет много, радиус вниз пойдет. Радиусы будут умножиться на массу. И поэтому, если у нас радиус много больше, единицы на массу, то это маленькие члены и не может пренебречь. А вот если радиус, они много меньше единицы на массу, то эти члены становятся гигантскими, они взрываются. Поэтому численно интегрируют это уравнение в тройные триллиальные задачи, вот, так сказать, мой Сартр, в моих дней Сартрак Рунов, вообще, и Сергей Гердунов, они вот численно это интегрировали, интегрировали, и, как сказать, Сергей сделал все это, ну, там, разные предельные случаи, как можно проверить, он сделал все это, так сказать, чисто проинтегрировали, и другая триллиальная задача, как я вам сказал. Значит, вот что получилось? Ну, первое, да, так сказать, зачем мы этим занимались? Ну, вот, может, одно, то, что я сказал, это же критическая еду, это критическая зарядность интересует, но если вы умой, вот я вам рассказывал, в первой половине, да я вам рассказывал про то, что нижний уровень будет минус 1,7 км, института. Да, это энергия основы основы, да, что цель на главную функцию это основы основы. Главая функция прерпендикулярно, продолжим управление, это достаточно большая. Но в прерпендикулярном управлении этот размер много меньше, чем единицы на это. Много меньше, чем попу, ск shout out. Поэтому, применять уровень рейдингер можно, и применять уровень рейдингер на тех же целях это как бы вопрос. Лучше все-таки решить уравнение деррата, ну, потому что, хотя энергия с одной стороны, энергия не ретить, получил политический проект массы а вот ясно что я вверх нерам приближение кашу энергия получился или диск тем не менее звучит он взял чей вот сделали члены горы получили что разница энергии урани терактного и женигора имеется вот такая вот оценка получили на шлиниверсу поделить на массу то есть так сказать Поправка очень небольшая. 1,7 ГО поделить на 500 ГО. Ой, на 500 ГО массы. Поправка еще ничтожная. Во время того, что энергия, хотя бы потенциал, заметите, совершенно не похож на она. Я бы говорил, что тут есть не в ту сторону. Хотя я сказал, что мы решаем такую задачу. Я сказал, что вот эти вот члены очень большие. Потенциалов совершенно не похожи на Шридниковский потенциал. Потому что это вообще, говоря, чудо такое произошло. А энергия такая же, как с ней, как с этой. Если члены, они с такими примерными добавочными членами, и в сумме они спились к тому, что если ситуация не рефтилистская, то и члены с очень хорошей точностью таким же остались. Энергия такой же осталась. Вот. Ну и вот тут написано, что в то время, несмотря на то, ну и вайл, как, хотя, хотя, размер головой функции электроны, водорода, перпендикулярно в поле направлении, при таких полях, когда происходит замерзание, то вы, если подставите, подставите единицы, находите с Е, а В, а В вы поставите, М в этот поделить на Е куб, если вы подставите, то вы положите тут Е поделить на МЕ. То есть это расстояние, Е это одна десятая примерно от Гауссовской системы, а не единицы, то есть это расстояние меньше не просто единица на МЕ, а оно еще в десять раз меньше, очень-очень маленькое. Но, несмотря на это, этот энергетический результат не единицы 1,7 Гауссовской системы, а он правильный. В уровне интеракта это то же самое. Ну вот дальше, ну это просто проект, потому что, так сказать, это правильно. А это уже относится к физическому заряду водовороподобного Гауса с учетом и хренировок. Значит, что тут нарисовано? Тут нарисовано Z. Зарядка Гауссовская. Z. А тут отношение поля к критическому полю, B0. То есть МММ надо поделить на него, вот это вот, Сауторовский или Шмидерский. Вот начинаем с Дайву. Давайте вот кривая, зеленая пунктирная, это по работе Араевского резосилипоза. То есть когда у нас 100, мы имеем 100 критических полей, то у нас Уран Z90 становится критическим. Это вот Z критическое. Это, так сказать, вот по этой линии. То есть если у нас поле меньше, то с этим Z-ом витро еще не критическое, то есть берем Z40. При таких полях она еще не критическое, а когда поле достигнет 10 четвертых критических полей, оно становится критическим. То есть начинается рождение газитронов. Но это немножко по-другому, потому что когда вот эта задача Поповская, ну, так сказать, просто Z, там у нас сразу рождается два газитрона, потому что у нас электроны садятся со спины вверх, спины вниз на основное состояние, и два газитрона вылетают. А тут один газитрон родится, потому что газитрон садится именно со спины против поля. Ну и один газитрон вылетает. Начинаем дальше наращивать поле, дальше будут еще заселяться более высокие уровни, проходить нижний континул, и еще газитроны будут рождаться. Так, значит, теперь, да, вот это вот расследование, то есть они по их работе, даже если возьмем Z маловенькое, типа 30, тем не менее тоже у вас, и как ну, при очень, конечно, больших полях, там здесь 4, здесь 5, у вас гидро станет критическим. Что будет, если вы учтете экранировку? Это сделано вот этот вот голубой кривой. Вы видите, что если у нас Z меньше 50, то ни при каких полях этот уровень не провалится вниз. Это, как раз, и есть эффект экранировки. Головский потенциал заэкранировался, поэтому как вы тогда не поджимаете, там потенциала нет. Как не поджимать, там он на выкрукция, он не провалится вниз. Вот. Ну и, так сказать, вот это черное еще, это когда у нас AH проходит внутрь ядра. Когда, так сказать, ядро уже, наверное, еще не точечное, а что, ну, так сказать, в задаче без магнитного поля была очень важна неточечность ядра. Именно она все обрезала. Задача с магнитным полем все обрезается магнитным правилством AH. Но тем не менее, когда AH проходит уже внутрь ядра, тогда, конечно, надо учтить, чтобы он сам вас не полностью. Вот поэтому на самом деле ниже вот этой вот линии, ну, или, вернее, выше этой линии, уже смотреть не надо. Вот только-только и выше. Потому что выше это уже, так сказать, там не будет, критичности не будет. Критичность не наступила до сих пор, но дальше она уже не наступила. Потому что имеется просто и тренировка, ну, тем, чтобы у ядра конечный радиус, поэтому внутрь ядра, когда вы влезаете, там, куда-то потенциал меньше, там не идет как единица, наверное, естественно. Ну, в какой-то момент там берете, по сфере размазываете ядро или вы там однородно заряжаете, ну, потенциал ярастет, цигулярности нет. Вот. Ну, и вот вы видите, что если у нас z достаточно большие, только потому что достаточные теоретические критичности, вам нужны несколько большие позиции. Ну, то есть, ритмическая шкальность шкала пойдет. Больше. Вот. Ну, а, так сказать, больше 50, он никогда не станет литическим. Значит, дальше я рассказывал вам, как выглядит потенциал вдоль z. написал формулу с двумя экспонентами, это потенциал, в зависимости от потенциала Кулонского, тот z. Так? А вот можно сделать то же самое пароль, посмотрите. Вот это, так сказать, и это вот, потенциальные поверхности. То есть на маленьких расстояниях они вот такие сферические, а дальше тут происходит вот что. тут происходит сильная корнировка по перпендикулярному направлению. Она на атомный уровень не сказывается, потому что электрон болтается в этом направлении. Хотя они не связывают просто, ну, их потенциальные поверхности, поэтому такие репсоиды. Потому что по перпендикулярному направлению у вас происходит прямо как двумерная динамика. Помните, двумерная динамика у меня была тренировка такая, m по так поделить на ш квадрат, сжималась. А по z не было вот этого. Так вот, по z не было, а по рот так и есть. вот прямо вот это. Вот поэтому так поджимается вот эта феденциальная поверхность. Вот дальше написано Мадель Швейнгер и высшие пеки. Это вот что такое. Тоже про то, что я вам рассказывал, было все-таки одна петля. Я почитал, он в одной петле плюсовинный оператор, он егнул b, ну и по всяким там учитывал егнул b. Теперь давайте походим 9. Если егнуть петли, например, егнул b в квадрате, то тогда вы бы имели очень большие поправки. И все, что я вам рассказывал, было бы неправильно. Правильно, потому что чем больше петель, тем больше егнул b. На самом деле, это не так. На самом деле, высшие петли тут подавлены. И тут опять-таки помогает аналогия вот с этой Швейнгеровской модель, в мерной кладке литротинами. Но это я не уверен, что вы это знаете. кто-то знает, кто-то знает, мы сейчас, мы сейчас, мы сейчас, все знают, в интернете все есть. Значит, модель Швейнгера отлично отгуляют только однопитьевой конституционный оператор. Если вы начинаете смотреть на мурат поправки, они все обращаются в ноль. Вот. Это связано с тем, ну, по-разному можно, ну, во-первых, можно просто, ну, просто увидеть, написать пропагатор, и просто увидеть, что там был затресер. Ну, вернее, самый простой способ вот какой. Почему полистонный оператор конечный? Я писал на форшем с логарифмом и все такое. На самом деле, что такое? Это d4p поделить на 2 в квадрате. Вот, смотрите, вот такой полистонный оператор, я смотрел, правильно? Так? Вот двумерия, значит, тут стоит d2p, двумерия, это d4p, и 2 плюс 2, это пропагатор, поделить на 2 в квадрате. Казалось бы, бесконечно будет, а я вам писал форму с логарифмом. Помните? Почему? Потому что тут стоит трейс вот этих вот гамма-матриц, и за них будет норма, из-за этого трейса. И в результате, если вы, давайте считаем, скажем, возмертную регуляризацию, тогда вот это у вас будет единица на f, d-2, и трейс будет d-2, и выставляем вам получать конечный регуляр. Если вы будете считать тогда поправку какую-то, то есть еще сюда назовем тебя 1, 2, то будет что? Будет не d4p, а будет как-то d4p, поинтеграл, 2 петли, но будет 1, 2, 3, 4, 3, 4, и еще потом, 0 в 6, d4p на 0 в 6. Все. У вас вот так, конкретной исходимости не будет. Останется вот только 0 из-за трейсов вот этих вот гамма-матриц. Поэтому все вот эти, или вот такую диаграмму нарисуем, то же самое. они все, модель Шрингер равны 0. Это еще можно как-то объяснить более красиво. А красиво вот так объяснить. Ну, мы знаем, такая треугольная аномальная, да? Она не перенормируется. Она есть в одной петле. А в двумерии треугольная аномальная становится, она становится из-за треугольной, потому что эпсидент состоит с четырьмя значками. Поэтому это треугольная. А в двумерии у эпсидента только два значка. Поним? В двумерии аномальная вот эта диаграмма является. Это вот так можно объяснить, почему выше поправок нет. Значит, еще раз повторяю, выше поправок нет в двумерной модели Шрингера. А мне это почему надо? А потому что, я вам помню, показываю, что вот мой лидирующий результат, он получается как раз как модель Шрингера. Поэтому все, у меня, вот так, тут будет не ноль, если я нужду массовую электрону. Если массовую электрону нужду, будет не ноль. Поэтому у меня высшие петли будут такие, и что там будет, а на одной петле, а дальше будет массово уделить на что-то. То есть будет масса электронов. А масса электронов у меня маленькая какая-то задача, у меня порядочная. Это вот еще одна, можно так сказать, почему высшие петли не важны. Ну, то есть они не меняют качественно, не меняют результаты этой петли воли. Одна петля большая, и это именно, так сказать, помогает аналогии именно с Д равно 2 электродинами. Если бы не знал я это аналогии никогда, ну, то есть, так сказать, я считаю эту диаграмму, сажать на нижний орган Ландау через пропагаторы, и там так устроены большие, так сказать, пропагаторы того же нижнего уровня Ландау, что вырезается именно ноль. Ну, не ноль, а масса. Член без массы замерляется. Масса остается. Ну вот, я бы сказал вам, что высшие петли не важны. Высшие петли, хоть они и есть, когда масса не ноль, но чисто они важны. Значит, дальше про величины полей можно поговорить. Я все время говорил, у меня было ВВ, там, буква была. Теперь давайте все-таки какие числа. Вот атомное поле. М квадрат Е2 это 2,4 на 10 диады гаусса. Это я называл синем магнитным полем. Теперь сверхсинем магнитным полем я называл Е4 поделить на Е2 это 6 на 10,15 гаусса. И, наконец, вот это критическое полем написано, что оно швильгеровское, это хорошо, это М квадрат поделить на Е это 4,4 на 10,15 гаусса. Теперь что мы можем увидеть в лаборатории? В лаборатории самое высокое поле, которое когда-либо было, это то, что называется магнитная аккумуляция. Это, значит, берется, условно говоря, целеноид, берется целеноид и взрывается снаружи. Только не эксплозия, а имплозия, такой взрыв внутрь. По целеноиду и течет ток. И когда он отжимается, то у вас имеется ардиопатический ингредиент. Он сохраняется. H на аквадрат. Поэтому А это точно. А у вас уменьшается, поэтому H резко возраст проявит. И вот при таких взрывных экспериментах придумал первый сахар и достаточно давно этот. И в таких вот экспериментах как раз второе были носимые поля это, по-моему, самый большой, называемый эксперимент мегагаусс. Самый большой был 30 на 10,6 гаусс. То есть 3 на 10,7. И видно, что даже данного поля это не дотягивает. Тем не менее, почему уже вот этой задачкой интересовались Нолдон и Элли, в 60, в районе 60-ого года? Потому что их это интересовало с точки зрения полупроводников. В полупроводнике есть такие возбуждения, называемые кситоны. Это связанное состояние электронной индуки. Вот в этом кситоне и полупроводник можно посмотреть в магнитное поле, поместить и посмотреть спектр поглощения. То есть можно мерить энергию возбуждения этих кситонов. В кситоне у вас там же твердое тело, там, во-первых, заряды экранируются, он меньше лет. И во-вторых, эффективная масса носителя тоже много меньше, чем Элли. И в результате вот это атомное поле в полупроводниках есть полупроводники, для которых 2000 гаусс. 2000 гаусс. То есть там можно реально в небольшом объеме, естественно, сделать поле гораздо больше, чем 2000 гаусс. Но это не такой большой пользы. И делать эксперимент полупроводник. Они занимаются не из математических интересов, а из таких практических. Ну, дальше, к сожалению, что касается нашего поля может быть когда-нибудь себе представить, потому что, например, возьмем график. Вот график, вот сейчас гулянные, все обсуждают. И в графике как раз масс... А вот вы можете его спросить. В графике как раз там безмассовые электроны. Я сюда положу массу 0, будет прекрасно. И более того, у них там е порядка единицы. А порядка единицы. То есть я увеличиваю видание, уменьшаю чисто полинкой. Они говорят, что они как раз эффект парадокс возглавлено. сильные поля. Может быть, можно что-то показывать форму, как там посмотреть. Но что точно есть, это есть какие-то поля. и это действительно наблюдено. А вот в магнитарах тут не все верят, к сожалению, астрофизики верят, что существуют магнитары с полями 10-15 гаосса. В принципе, вы можете фантазировать, если такие поля были, как бы их определяли. Допустим, их определяли по спектру, переходным спектру. Тогда они бы использовали неправильные формулы. вы не учитываете замерзание, так? И тогда, чтобы, так сказать, иметь, ну, короче говоря, из-за эффекта замерзания у вас такой же энергии перехода будет и гораздо больших поля. То есть, вы, допустим, по спектру где-то эффекта замерзания вы видите поля 10-15 гаосса, а я вам написал формулу с замерзанием и будет 10-17 гаосса там поля. Вот это удивительный результат будет не так. Фантазировать так, конечно, можно, но на самом деле это не так. Никто по спектру эти поля монетары не мерят. Не по спектру перехода. Это мерят по замедлению вращения. Он вот вертится этот гаосса. Если должно есть магнитное поле, он излучает. Просто то, что со временем изменяется, да? Происходит излучение и замедляется вращение. Это вот так вот делается. По этим замедлению вращения, и говорят, что там есть такие поля. Кто-то верит, верит в такие поля. Кто-то не верит, он, так сказать, Вот это поля почти уже такие как наружные. Но если мы не почитаем, наш форм, 3P полезло вверх, а тут вверх не написано. У нас 3P вверх полезно, а если оно вниз полезно, то он был вверх. Про экситоны я сказал, что ангелетный шегаус, про графен я сказал. Какие работы? ну вот это про арм и тренировка в кулоне отучистки было сделано Шамбатом Иерусевым. Они делали нечистые вычисления. Призывный оператор считался вот написанным по тайну Шамбатом, который, конечно, тоже вычислял. Да? У неоскресенного поля, как сказать, образованное. Понятно. То есть, это все еще достаточно, достаточно там. Я работал с Кобелем, занимался с Кобелем. Они отметили линейное ПАВ поле, члены. И, вот это, они, кстати, у них это замечено, что где равно 4 переходит в где равно 2. Если, так сказать, поле больше, чем физическое. Вот. Потом они тоже, появляется масса, кстати, это тоже заметили, они в 83-м, как у Иппозитов, Михеев, 2000-м, потому что масса появляется, но уровень, они считали уровень, первые считали Шамбатом Иерусевым. Это, в принципе, могли уже и они заниматься. Дальше, Лоуна, я сказал, чистые вычисления для полей больших атомов. Принаков Попов, вы получали антическую форму, да, энергии. Вот, антическую форму, он написал, работает ЖЭЦ в 2003-го года, проект СПЕС Семитов. Он уже говорил, антические решения волнения Ширака для атомных дорог в сильном поле. По-моему, он в нашем рамке вообще не написал, Рея как ТОР. Значит, он вообще работает тем, где вы сделали это чистым, значит, аналитическим это сделали, это по аэродоксам. Я был, я пошаровал, потом с Бруном Ашером, и они все это сделали, очистили уже сравнение с Дираком, и вот, я сказал, значит, Бруном Ашерином, Сергей Кулинов, аспирант, Бруном Ашерином, он пришел в эту рамку. Вот еще вот, недавний рамок. Это в этом году. Ну, вот, значит, заключение. Аналитические выражения для электрического потенциала заряженной частицы в трехмерии, при РОА, равном нулю, от З, а также при З, равном нулю, от РОА. И, тренировка имеет место при З, меньше, медициной, в тренировке, по продольному, по З, при РОА, а по РОА, и З, равном нулю, до всех постоянных тренировок имеется. Дальше я вам написал ангибреческую формулу для энергии, энергии, обморной дороги, которая происходит в энергичном уровне на ландаро, в светильных магнитных полях, и дальше обсуждал энергетические поправки этой энергии, и энергетические заряды в светильных полях. Чем энергетические заряды в светильных полях. Все, Павел. Спасибо. Вопросы какие-нибудь, у меня вопрос? Вопросы замечательные. Мы с Мишей Завчевым как раз рассматривали графини, там, видосмассовый электрон, какое там будет действие Эйдера и Кезенберга, и они шли в продаже с... Слышен. Рождение парта. Рождение парта, да. Если он будет премьер, то он будет своей реакцией немножко как бы так поставил. Рождение парта. Прошёл. Там разные получаются действия Эйдера и Кезенберга для разных спектров. Спектр не только линейный, но линейный спектр десмассов и в линейном с планомерным графини. То есть, по дословным графинам. А по условиям графини там ещё более интересно. Там квадратичный спектр директорский. Масса маленькая. — Масса электронная маленькая, по-моему. — Ну, это гибротичный спектр с никакой массой? — Гибротичный спектр, ну, не раз. В смысле, что он без массы, он не реактивист, но спектр — это к квадрату и линус к квадрату, касается точной горы. — К квадрату делить на n? — Никакого n там нет. — Е квадрата, оно как квадрат? — Нет. — Е равняется? — Е равняется плюс-минус к квадрату. — А про разминусы как-то, короче. — Ну, мы можем перелить, он у нас. — Но это невероятно, что они понимают. — У нас. — Ну, интересно, да. Если в твердом теле что-то, можно ли это произносить? — Ну, безинтересно. — Нет больше вопросов. Ставь оставь. Спасибо большое.